Многие события в истории Китая, они прямо замечательно перекликаются с историей Советского Союза, когда мы наш новый мир построим. Друзья, я в Китае, в стране, где машины забирают у людей рабочие места. Какая-то пекарня, ничего себе, она продает булочки. Офигенно! Китайцы продают контрафакт на миллиарды долларов. Моднейшее пластиковое пальто. 300 юаней за штуку, да? Коллаб, Адидаса и Баленсиаги. Строят здания, точь-точь копируя советские. Представляю, как китайцы расстраивают. То есть, от них взяли архитектора, который должен был мне что-то подобное построить, а он им строит какую-то обычную, уже такую хрущевскую коробку. Перестраивают великую стену и выдают ее за древнюю постройку. За последние годы и десятилетия они научились неплохо в чистом поле строить свои чудеса. А еще заполняют библиотеку фейковыми книгами, просто рисуя их на стенах. Никаких мостиков, никаких террас, у нас тут меры безопасности. Поэтому книги мы просто нарисуем от греха подальше. Ищут невест на специальном рынке. Новая шанхайская девушка, вот с второго года рождения. Плохой внешний вид написано, но хороший характер. И телефон матери опять же. И развешивают на каждом шагу партийные лозунги. Спасибо партии за этот потрясающий аэропорт. Это очень длинный ролик. Надеюсь, к его концу вы поймете, каково это жить в Китае. Коммунистическая идеология красной линии проходит через всю жизнь к китайцам. Тут почти на каждом шагу развешаны плакаты с партийными лозунгами. Даже в туалетах. Естественно, нельзя просто так гулять по Китаю и не наткнуться на красный уголок. Вот красный уголок, который рассказывает о достижениях коммунистической партии Китая. Вот товарищ Си Цзиньпин и какие-то важные вещи. Чтобы люди, гуляющие по улицам, не забывали вообще, откуда на них льется свет и откуда все это благополучно. Общественный туалет в Чинду, как и в Пекине, в идеальном порядке. Есть специальный человек, который все это моет, натирает и у него прямо порядок. Ну и вот к слову об идеологии. Различные агитационные плакаты от коммунистической партии Китая встречаются буквально на каждом шагу. Вот прямо в туалет нельзя сходить, чтобы не прочитать какой-нибудь важный лозунг. И за моей спиной общественный туалет, а перед ним стенд, на котором написано. «Совместными усилиями всесторонне строить современную социалистическую страну и всесторонне способствовать великому возрождению китайской нации». Вот, то есть пока ты идешь в туалет, ты пропитываешься важными идеями. Подобные плакаты, лозунги, они на самом деле встречаются просто в самых неожиданных местах. Например, сегодня утром я зашел просто в магазинчик купить воды и сейчас я скажу, встретил очень интересный плакат. И на этом плакате написано «Не забудем изначальную миссию, будем идти вместе с партией». Ну, видимо, имеется в виду, что в какой-то момент стали слегка подзабывать, а потом пришел товарищ Си и всем напомнил, в какую сторону надо идти. Вот, и далее вторая строчка на этом плакате «Социалистическое обслуживание согревает людские сердца». Вот так вот. Приходишь ты за сигаретками, за водичкой в магазин, а тебе рассказывают, что социалистическое обслуживание согревает твое сердечко. И сложно не согласиться, особенно когда из каждого угла, из каждого утюга на тебя смотрит камера. Да, остается только радоваться, что живешь в такой прекрасной стране, как в Великий Китай. Проникнуться духом партии истории страны я решил в музее, посвященном первому съезду. Сюда меня привел Артем Жданов, он живет в Шанхае и руководит интернет-изданием о Китае. Это какие-то партийные музеи. Экзибишн холл вот этой самой первой конгресса Китайской Мишленской партии. То есть народ решил преисполниться партийными идеями. В Китае все достопримечательности рейтингуются буквами и 5А это как три звезды Мишлен. То есть это та достопримечательность, куда обязательно возят все туристические группы на автобусах. То есть обязательная программа, если с какой-нибудь завода трудящиеся выезжают на экскурсию в Шанхай, то обязательно нужно посетить все достопримечательности уровня 5А. Тут есть сувенирный магазин слева и можно посмотреть партийные сувениры. Тут какая-то красивая дверь 106, что это такое, не может быть обычной водой. И мороженое все брендировано, мороженое в виде этой двери. Собственно, это и есть вот этот музей. Ну вот они... Тут трудящиеся вид, что выходит из этой двери. Ну это вот там, где съест этот конгресс. 1921 год. Ну собственно, год основания партии. Короче, по этому адресу пацаны собрались и основали партию 100 лет назад. Конечно, история страны началась задолго до прихода коммунистов к власти. Китай — это одна из древнейших цивилизаций в мире. Ученые считают, что ее возраст может достигать 5000 лет. В течение долгого времени Китай был империей, в которой не раз менялись правящие династии. Последняя управляла страной до 20 века, пока ее не начали сотрясать восстания. Одно из них переросло в революцию, монархия была свергнута, и Китай провозгласили республикой. Коммунистическая партия Китая появилась в 1921 году, но она не сразу пришла к власти. Несколько десятилетий коммунисты боролись с правой консервативной партией Гоминьдан. Пока в 1949 году, после Гражданской и Второй мировой войн, коммунисты все же не победили. Партию возглавил один из ее основателей Мао Цзэдун. Режим установил в стране тоталитарную коммунистическую систему и стал виновником гибели десятков миллионов людей. Одной из самых жутких частей правления коммунистов была культурная революция. Во время нее погибло до двух миллионов человек. Великая пролетарская культурная революция была десятилетним периодом хаоса. Тогда власть Мао Цзэдуна сильно пострадала от великого голода 50-60-х годов. Недовольные политикой Мао решили формировать оппозицию. В нее, например, входил Лю Шао Цзэ, председатель КНР. Он открыто поставил под сомнение правильность политики Мао Цзэдуна. Тогда Мао решил отомстить и использовал китайские массы, чтобы вновь установить контроль над коммунистической партией. То есть, по сути, решение Мао начать революцию в мае 1966 года было попыткой уничтожить своих врагов, натравив людей на партию. Когда началась массовая мобилизация, партийные газеты описывали это как эпохальную борьбу, которая вдохнет новую жизнь в дело социализма. На самом же деле культурная революция нанесла ущерб экономике, разрушила миллионы жизней и вергла Китай в 10 лет беспорядков, кровопролития, голода и застоя. Банда студентов и хунвейбинов нападали на людей в буржуазной одежде на улице, срывали империалистические вывески, а партийных чиновников убивали или даже доводили до самоубийства. После того, как насилие пошло своим кровавым чередом, правители страны признали, что это была катастрофа, которая не принесла ничего, кроме серьезного беспорядка, ущерба и регресса. В сентябре 1967 года, когда многие города были на грани анархии, Мао направил армию для восстановления порядка. Но его партия правит страной вот уже более 70 лет. Многие китайцы даже приезжают на экскурсии в то место, где состоялся ее первый съезд. Кстати, помните сувениры с дверью, которые я показывал в начале? Это как раз та самая дверь, за которой прошло первое партийное собрание. Это легендарная 106-я дверь, и отсюда вышли делегаты первого съезда ККП. Ты верно. Смотри, теперь здесь место паломничества, все фотографируются напротив этой двери. Посмотрите, сколько людей фотографируются с дверью. Дети явно правильно воспитаны, только не знают, какой рукой честь отдавать, но ладно. Девушка, значок у нее вот на груди с серпом и молотом приехала специально, чтобы зарядиться энергией. Потом эти фотографии можно будет выложить в местный тиндер и найти себе успешного мужа, партийного работника. Людей много, и это еще просто нет туристических групп. То есть это просто люди, которые пришли, чтобы сфотографироваться и сфотографировать своих детей на фоне вот этой волшебной святой двери. Такого адреса уже на самом деле нет. Была улица Ванжелу, дом 106, но его нету. Теперь это улица Синьелу и это дом 76. То есть это не настоящие адреса, его уже нету. И вот настоящие партийные ценности рядом со святой дверью салон Верту. Я был уверен, ребята разорились, но судя по всему в Китае еще есть клиенты, готовые покупать втридорого неудобные телефоны. Вот эти вот легендарные супер дорогие кирпичи с кожей крокодила спокойно продаются. И ювелирка гонконгская тоже здесь красивая. А, и золото. Ну то есть все, что должен сделать партийный функционер, приехав в Шанхай, приложиться к двери, сфотографироваться, купить себе телефон из золотого коня. Чтоб не стыдно было вернуться потом домой. Плакаты с партийными призывами можно найти и в библиотеке. Я сейчас нахожусь в библиотеке Гуанчжоу. Это такое знаковое здание, современная архитектура. Вот если вверх посмотреть, оно есть во многих архитектурных книгах и является такой архитектурной достопримечательностью города. Но когда заходишь внутрь, здесь начинается типичный Китай. Потому что архитекторы проектируют здание, строители это здание строят, получается все чистенько и хорошо. Потом после этого приходит партийный работник и говорит, как это так, у нас тут нету какого-то стенда с цветочками за заборчиком. Непорядок. Поэтому прямо в центре зала мы поставим такую вот роскошнейшую композицию. Написано посвящение, видимо, людям, которые приходят в библиотеку. Наследует цивилизацию и служит обществу. Библиотека является важным символом уровня национального культурного развития и важным местом питания души и воспитания культурной уверенности в себе. Вот кто так красиво скажет, а? Только Google Translate переведет так красиво. Естественно, невозможно себе представить ни одно общественное место без портрета Лэй Фэна. Лэй Фэн, один из главных героев Китая, вот этот вот мужчина в ушанке. Тут я хочу немного поподробнее рассказать, кто такой Лэй Фэн. Этот парень в прекрасной шапке-ушанке, пример воспитания молодежи в коммунистическом духе. Лэй Фэн родился в 1940 году в бедной крестьянской семье. Во время Японо-Китайской войны его родители умерли, и он остался сиротой. С самого детства парень был предан партии. Сначала Лэй Фэн вступил в пионеры, потом стал членом молодежного отряда коммунистов и, наконец, вошел в ряды народно-освободительной армии Китая. В 1962 году Лэй Фэн умер, на него упал телеграфный стол. После смерти у него нашли дневник, в котором 21-летний парень описывал, как восхищен Мао Цзэдуном и как нужно стараться построить в Китае коммунизм. Сейчас молодежь идеями Лэй Фэна не особо-то интересуется. Тем не менее, мужественный образ парня до сих пор красуется в Китае везде, где только можно. Стенды с рассказами о партии можно встретить даже в аэропорту Пекина. Только ступил на китайскую землю, уже должен впитывать дух идеологии. Ну что, друзья, мы с вами находимся в удивительном месте. Это аэропорт Досин. Новый пекинский супер-аэропорт, который открыли прямо перед ковидом. Понятно, потом он пустовал. И вот сейчас потихонечку аэропорт начинает оживать. Аэропорт этот заслуживает внимания тем, что он невероятно красивый. Построен он по проекту студии Захи Хадид. Мы видим все вот такие удивительные линии, потолок, какие-то колонны, зенитные фонари. Все такое органическое, просто фантастическое пространство. Очень красиво хочет этот аэропорт фотографировать. Ну, собственно, что, друзья, вот это главное, можно сказать, сердце нового аэропорта. Потому что мало построить удивительный красный аэропорт. Мало сделать это чудо, про него нужно грамотно рассказать. А как еще рассказать о достижении партии, как на таких потрясающих стендах патриотизма? Значит, здесь сказано, что аэропорт открыл в 2019 году. Что во время строительства, строили его пять лет, товарищ Си дважды приезжал на стройплощадку. Он лично открывал, а еще он произнес очень теплые слова во время открытия. Где сказал, что это важное достижение коммунистической партии Китая. И этот аэропорт, можно сказать, стал одной из жемчужин на короне современного Китая во время празднования столетия основания коммунистической партии. Ты смотришь на эти потрясающие своды, зенитные фонари, которые освещают этот зал вылета. Ну просто красота ведь. Просто красота. Спасибо партии за этот потрясающий аэропорт. О, здесь прямо написано, что красный – это цвет революции. Желтый – это сила революции. Пять звездочек, вот эти пять звездочек – это словно фейерверк в небе. Просто потрясающе. Идешь, смотришь на все эти чудеса и сердце радуешь. На самом деле, говорю, без всякой иронии. Ладно, про партию немножко я иронизирую, но аэропорт действительно очень крутой. И вот эти вот вставки патриотические, которые сделала коммунистическая партия, внутри этого суперсовременного здания, они, конечно, довольно забавны. Поскольку они все равно построили такое суперсовременное здание аэропорта. И мне кажется, было бы очень круто, если бы ребята пригласили оформить все эти патриотические стенды, чтобы они пригласили тоже каких-то классных современных дизайнеров. Чтобы серп и молот были какие-то футуристичные. Чтобы все было так же стильно, как и архитектура этого аэропорта. И тогда было вообще просто офигенно. Аэропорт спроектирован так, что, несмотря на то, что он очень большой, но до вашего гейта, до вашего самолета из центра аэропорта вам нужно будет идти всего 8 минут. То есть тут нет каких-то длиннющих переходов, не надо идти далеко-далеко-далеко, никуда не надо идти. И это круто. Это круто, аэропорт действительно, несмотря на свои гигантские размеры, он все равно относительно компактный. Китайцы заявляют, что этот аэропорт может стать крупнейшим в мире. По крайней мере, есть возможность обслуживать до 100 миллионов пассажиров в год. И здесь на самом деле есть определенное лукавство, потому что 100 миллионов пассажиров в год это действительно очень много. Но, например, аэропорт Атланты в 2019-м до ковидном году обслужил 110 миллионов. Поэтому 100 миллионов это не рекорд. Но в любом случае этот аэропорт станет одним из самых загруженных и больших в мире. Но, конечно, не все так гладко в новом китайском аэропорте, потому что он находится довольно далеко от Пекина. То есть старый аэропорт, столичный. Там был терминал 2, терминал 3. Если вы прилетали в Пекин, то, скорее всего, этими терминалами вы и пользовались. Терминал 3, кстати, построили к Олимпиаде по проекту Нормана Фостера. Он тоже классный, новенький, замечательный. Но сейчас они решили международные авиакомпании переводить в Досин. Например, аэропорт уже перевели сюда, аэропорт летает отсюда. И этот аэропорт находится в два раза дальше от центра Пекина, чем аэропорт основной, столичный, в который люди раньше прилетали. Ну и минуточка аэропортного будущего. Вот по всему аэропорту стоят такие терминалы, к которым ты подходишь, она смотрит камера, и он сканирует твое лицо, и сразу появляется информация. Вот мы знаем, что у нас гейт С-44, номер моего рейса, как меня зовут, во сколько мы вылетаем, и статус рейс. Очень, кстати, удобная штука. То есть реально ты просто подходишь, они повсюду эти штуки стоят, и тебе говорят, куда тебе идти, кто ты такой. Если ты забыл, как тебя зовут, вообще супер удобно. Как я уже говорил, ни один интерьер общественного здания в Китае не обходится без цветов в горшочках. И аэропорт Досина не исключение. Несмотря на проекты зайки-хайдит, несмотря на суперсовременную архитектуру, без цветочков в бабушкиных горшках не обошлось. И вот, например, посмотрите, как мило они используют цветочки для того, чтобы, я не знаю, создать такой барьер. Очень, очень красиво. Кстати, в этой поездке меня сопровождал Кирилл. Вы наверняка помните его по моему ролику про Таиланд. У China Eastern Airlines есть эксклюзивный чекин для состоятельных господ. Поскольку Кирилл, как видно, парень видный, простите меня за такую же автологию, то Кирилл пробил нам проходочку в China Eastern, какой-то Special Private Diamond Black Executive Flower. Массаж с дачи не надо. Я как белый человек захожу сюда. Смотри, я не знаю, нас погонят, не погонят, но... Ой, красиво цветы поставили в горшочках. Вот это сразу чувствуется стиль. Опять же, Кирилл, обратите внимание, что удобно. Если ты летишь экономом, ты должен поднимать свой чемодан обычно и ставить его сюда. Ты должен страдать, если ты летишь экономом, у тебя должны быть сильные руки. А если ты летишь бизнесом, то ты просто закатываешь на такое вот... Очень крутое решение. Я такое не часто вижу. Это прямо такой пандусик для чемоданчика. А вот так выглядит аэропорт в другом прекрасном китайском городе Чэнду. В нем коммунистических лозуков я не нашел. Зато посмотрел на очень технологичную систему сбора багажа. Аэропорт Чэнду. Еще один здоровый большой китайский аэропорт. Я уже столько их посмотрел и уже перестаю удивляться. Но в аэропорту Чэнду есть чему поудивляться, потому что здесь какая-то удивительная роботизированная система сбора багажа. Вы сдаете багаж, подъезжает специальный робот и забирает его. Смотрите багаж, как уезжает багаж. Подъезжает робот и на этой тележке куда-то увозит чемоданчика. Потрясающая система. Прикольно на посадке табло. И здесь показано, какой процент пассажиров уже зашел. Вот то есть сейчас видно, что 83% пассажиров уже загрузилось. Оказывается, всю информацию очень круто. Мао Цзэдун руководил Китаем более 30 лет. Когда Мао был у власти, он жестоко расправлялся с оппозиционерами. Более полумиллиона человек пострадал от его репрессий. Известен Мао Цзэдун и своей политикой большого скачка. Он собирался из полностью аграрной страны построить индустриальную. Тогда по всему Китаю появились фабрики, где стали работать люди без знаний и опыта. На сельское хозяйство времени и сил не хватало. В результате Китай охватил голод. По разным оценкам из-за него умерло от 15 до 55 миллионов человек. Сам Мао умер в 1976 году. Руководящая партия посчитала, что нужно дать оценку его правлению и разобраться с ошибками. Партийцы пришли к выводу, что Мао был прав на 70% и ошибался на 30%. Такой же оценки придерживается и нынешнее руководство страны. Но вот обычные граждане Китая относятся к вождю по-другому. Если верить New York Times, в наши дни китайская молодежь полностью поддерживает взгляды Мао. В том числе и о том, что в Китае огромное социальное неравенство. Молодые китайцы читают книги о Мао и создают онлайн-клубы, в которых обсуждают его произведения. Вот, кстати, очень интересно. Нам показывают, что раньше здесь был старинный дворец королевства Шу. Древней провинции Сычуань. А в 1968 году революционный комитет провинции Сычуань и различные массовые организации решили имперский город снести и построить выставочный зал. Вот осталась такая фотография. Многие события в истории Китая замечательно перекликаются с историей Советского Союза. Когда мы наш новый мир построим. Снесли старый имперский город, снесли дворец, построили выставочный зал и поставили памятник, 30-метровый памятник Мао. Вот такой вот выставочный зал и вот такой вот памятник. Мао машет ручкой, прямо как наш дедушка Ленин. Историки считают, что образование и развитие китайского коммунизма было бы невозможно без помощи российских большевиков. Многие из них приезжали в страну еще в начале 20-го века и рассказывали о своей идеологии. Уже после того, как коммунистическая партия Китая пришла к власти, ее поддерживал Сталин. Он следил за всеми событиями в стране и просил Мао писать ему по любым вопросам. Мао и Сталин даже встречались лично. Китайский лидер посещал Москву в период с декабря 49-го года по февраль 50-го. Со Сталином они обсуждали взаимодействие двух партий, выдачу кредита Китаю в размере 300 миллионов долларов и помощь в создании флота. Сталин ответный визит не нанес, зато в Китай приехало много советских специалистов. Они помогали восстанавливать страну после войны и революциям. И заодно построили в Китае несколько выставочных центров в знак дружбы. Ну что, друзья, давайте немножко поговорим про советскую архитектуру Пекина. Советской архитектуры здесь достаточно много. Советские дома, как их называют, делятся на несколько типов. Есть прямо советские советские, которые были спроектированы советскими архитекторами. Самый яркий представитель подобных зданий – это Пекинский выставочный центр, который находится за боясь спиной. Раньше он назывался Советский выставочный центр. Это здание открыли в 1954 году. И тогда это здание должно было показывать Китаю, к чему стремиться. Советский Союз был старшим братом. И Китай вдохновлялся Советским Союзом, вдохновлялся достижениями Советского Союза, его культурой, архитектурой в том числе. И здесь в Пекине в 1954 году открывается вот это здание, которое, видите, по архитектуре очень напоминает сталинские помпезные здания. То, что мы видим там на ВДНХ, какие-нибудь там речные вокзалы. То есть есть такие отсылки. Все это дело перекликается, проектирует это здание Виктор Андреев. И тогда, когда это здание появляется, это именно Советский выставочный центр. На здании именно Советский герб. Сейчас там просто два голубя каких-то. Посмотрите на эту колоннаду. С двух сторон по 18 колонн между колоннами. Сейчас просто реклама каких-то заведений, которые здесь находятся. А раньше здесь были гербы Советских республик. Но через четыре года, уже в 1958 году, дружба Китая и Советского Союза дает трещину. И выставочный центр становится пекинским. Не советский, его переименовывают в пекинский и немножечко отдаляются от Советского Союза. Но архитектура остается до сих пор красная звезда, которая так хорошо знакома любому советскому человеку. Что еще интересно относительно Виктора Андреева? Архитектор Виктор Андреев, он строит выставочный центр здесь, в Пекине. Он строит выставочный центр в Шанхае. Он, кстати, построил советскую гостиницу в Янгоне в Мьянме. Я про нее рассказывал вам, когда рассказывал про Мьянму. Москвичам этот архитектор известен по гостинице «Космос». Это тоже его работа. И еще есть одно интересное здание в Москве, построенное по проекту Виктора Андреева. Это посольство Китайской народной республики в России. Посольство строят в 1957 году. И с ним связана тоже такая интересная история. Потому что после того, как появляется в Пекине вот это вот помпезное, очень красивое, элегантное здание с высоким шпилем. Китайцы на него смотрят. Они им искренне восторгаются. Оно им нравится. И они поручают архитектору, они заказывают архитектору Виктору Андрееву спроектировать китайское посольство в Москве. Которое должно было тоже стать таким помпезным, нарядным, величественным. Ну, наверное, что-то, как сегодня выглядит посольство России в Берлине. Да, что-то такое вот сталинско-ажурно-богатое, тоталитарное. Но в 1957 год к власти уже приходит Хрущев, уже начинается борьба с архитектурными излишествами, с украшательством, со всем остальным. По этому Виктор Андреев строит и проектирует очень какое-то простое, совершенно примитивное, дурацкое, неказинственное здание посольства Китая. Я представляю, как китайцы расстраиваются. То есть они взяли архитектора, который должен был нечто подобное построить, а он им строит какую-то обычную, уже такую хрущевскую коробку. Такая вот интересная история. А в Пекине до сих пор стоит вот такая красота. Говорят, там внутри даже есть какой-то российский, русский ресторан. Что еще интересно, как вспоминают пожилые пекинцы, после того, как открылось это здание, многие ходили сюда для того, чтобы посмотреть, как будет выглядеть Китай будущего. Потому что Советский Союз выставлял здесь все свои достижения, там какие-то трактора, комбайны, архитектурные проекты. То есть Советский Союз демонстрировал всю свою мощь, еще тогда Сталинский Советский Союз демонстрировал свою мощь и показывал Китаю, к чему нужно стремиться. И пекинцы сюда тогда приходили для того, чтобы как раз посмотреть, каким в будущем будет Китай. Сегодня Китай, конечно, уже обскакал в Советский Союз, а старый о былой дружбе напоминает вот это здание. Интересно, кто стоял на этом постаменте. Возможно, какой-нибудь дедушка Ленин или еще какой-нибудь советский герой, которого убрали, а ничего нового на его место не поставили. Кстати, друзья, расскажу вам про один интересный момент. У нас в России такую архитектуру называют Сталинский ампир. А в Китае просто Су, что означает Советский. В 50-е годы прошлого века в Китае начали строить социалистические города. Конечно, коммунисты у власти хотели превзойти размахом имперские постройки. И как раз сталинский ампир подошел для этого лучше всего. За моей спиной Шанхайский выставочный центр по архитектуре, он очень напоминает главное здание ВДНХ. Сейчас здесь несколько проходят различные выставки и можно полюбоваться на такую совершенно нетипичную архитектуру среди стеклянных небоскребов. Такой небольшой уголок Советского Союза, спроектированный советскими архитекторами. Рубиновая звезда венчает золотой шпиль, башенка. В общем, все очень привычно к советскому глазу. Кстати, обратите внимание на эту скульптуру с рабочим, потому что изначально здесь стояло два рабочих, советский и китайский. Но опять же, в то время как Советский Союз с Китаем разругался, скульптуру демонтировали и поставили одного рабочего. Никакой дружбы больше нет. Не очень типично для Китая, но как видно, они сохранили все интерьеры, ничего не перестроили. Хотя наверняка был соблазн, то есть даже двери, которые здесь есть, видно, что это все старое. Обычно китайцы любят внутри все снести, переделать, сделать какой-нибудь евро-ремонт. Но здесь как-то вот интерьером прямо повезло. Вау, вот оно, богатство советско-китайской дружбы. Ничего себе! Это прямо как павильон космоса. Изначально это самый большой павильон, это был павильон промышленности. Теперь это просто один из выставочных павильонов здесь. Что интересно, прямо мясо висит, люди его трогают. Видимо, что-то откусывают. Так, что за мясо, значит, нам тут привезли? Нормальное мясо. Выглядит вкусно. И это ребята вот из этой провинции приехали. Провинция славится своими закатами и ветряками, судя по фотографии. Ну и, видимо, хорошим мясом. Люди ведут свои тиктоки, рассказывают о происходящем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, говорит этот мужчина в кепке. Ну и, видимо. Выставочные центры не единственное, что напоминает о близких отношениях Китая и СССР. Так, гуляя по Пекину, я оказался в советском дворе. Потрясающе, друзья. Посмотрите, такой прямо очень советский район Пекина. Пятиэтажечки. Рон везде поставил решетки на окна, чтобы увеличить жилплощадь. Дом смотрится, конечно, теперь очень стрёмно, но на что не пойдешь, чтобы прибавить себе квадратный метр. Дорогая пекинская недвижимость. Когда я приехал в Китай, начал смотреть на все эти балконы, то немножко удивился, а зачем там в многоэтажных домах на каком-нибудь пятом-шестом этаже они делают на окнах решетки. Так вот, какого-то внятного объяснения этому я не нашел, но есть несколько версий. Одна из них, что тем самым люди немножечко увеличивают площадь своей квартиры. Потому что, сделав такую выносную массивную решетку, вы получаете место, где можно складывать какое-то барахлишко, поставить цветы, клетку с канарейкой. Я не знаю, покрышки, конечно, от машины не поставишь, но какую-то мелочевку там разместить можно. То есть, тем самым люди немножко увеличивают площади своих квартир. Возможно, где-то и практикуется какое-то самострой. У нас-то бывает вообще пристраивают там целые комнаты, особенно на юге. Я в Китае такого не видел. Ну, может, из-за того, что я езжу по крупным городам и здесь относительный порядок, а в провинции всякое увидишь. Но в Пекине, по крайней мере, вопрос увеличения площади квартиры, пусть ненамного, решают с помощью решеток на окна. Вот можно посмотреть на всю эту историю с балкончиками, с решетками. Люди себе выгрызают. Можно там белье сушить за этой решеткой. Но этот дом скорее исключение. Потому что в Пекине, особенно на фасадах, которые выходят на улицу, обычно больше порядок. Вот так вот смотришь и видишь родненькие-родненькие пятиэтажки. Я вот пытаюсь понять, да, а чем она родненькая. Потому что здесь явно она не панельная. Мы здесь видим такой бетонный каркас, заполненный просто кирпичом. Но сам формат, цвета и все остальное, они, конечно, очень знакомы советскому человеку. Двор довольно сильно захламлен. То есть здесь вдоль фасада мы видим большое количество такого мусора. Много агитации. Например, видите, уступайте место в транспорте. Большая редкость для Китая это какое-то благоустройство. То есть такие истории, они обычно на закрытых территориях. Но здесь двор открытый. И здесь вот видите, у них какое-то благоустройство. Здесь мусорные контейнеры, которые выглядят грязно, воняют, ничего не закрыто. Здесь какие-то... Да, это прямо совсем стрёмно всё выглядит. Так делать нельзя. Ну и вообще двор такой не очень опрятный. При том, что это прямо самый центр Пекина и квартиры здесь не дешевые. Ну и вот доступ, видите, по камере. Сейчас дверь открыта, но везде стоят такие вот дымофоны, которые снимают, идентифицируют. Всё через приложение, всё автоматизировано. А меня уже заметили. Говорят, кто вошёл в наш двор? Не знаем таких. Не проживают у нас здесь такие. Да, поэтому лучше поскорее двор покинуть. Хотя все камеры меня уже сняли и чему надо отправили. В 1980-х годах Китай переживал огромные перемены. Правящая коммунистическая партия начала разрешать частное производство. В страну поступил поток иностранных инвестиций. Лидер партии Дэн Сяупин надеялся преобразовать экономику и повысить уровень жизни в стране. Идеи Дэна легли в основу социализма с китайской спецификой. Эта формула позволяет КНР вести рыночную экономику. С конца прошлого века Китай постепенно начал превращаться в одну из самых могущественных стран мира. На фоне политики открытости власти стали проводить эксперименты с экономикой. Одним из таких экспериментов был город Шэньчжэнь. Пока во всём Китае хлеб и электричество были по карточкам, в Шэньчжэнь уже пользовались деньгами. Сейчас Шэньчжэнь входит в число самых технологичных городов планеты. В нём собирают 90% бытовой техники в мире. Тут есть, например, заводы Huawei и Lenovo. А на местном рынке электроники продают самые разные комплектующие. Я уже рассказывал о Шэньчжэнь в первом ролике про Китай. Обязательно посмотрите его. Но в этот раз мы уделим городу больше времени. Пойдёмте прогуляемся по нему. Идём по центральному ядру в Шэньчжэнь, где куча торговых центров, магазинов. И вокруг видны стройки. Потому что Шэньчжэнь самый быстро развивающийся город Китая. Можно сказать, китайская витрина. А сейчас посмотрим на современную архитектуру. Точнее, на проект реконструкции бывшей пивоварни. Её реконструировали в какой-то модный креативный центр. Та-дам! Вот так это выглядит. Райончик, конечно, так себе, но вон он отстраивается. Так, это бывшие ёмкости, где, видимо, настаивалось пиво. А, кстати, вот тут и пиво дают. На такой жаре, конечно, сидеть не очень хочется. О, магазин иностранной книги. Давайте посмотрим, что продают и на каких языках. Ага, ну, самое главное, продают книгу Си Цзиньпина. Интересно, есть ли она на русском. Я вижу на английском, на арабском, а на русском нет. Немножко так пахнуло Советским Союзом в этом магазине. Это был, кстати, комплимент. Не надо думать, что мы против Советского Союза. Как можно быть против Советского Союза? Особенно когда-то в Китае. Чувак везёт синие велосипеды. Я когда вижу такие вот тележки, они довольно часто на улицах Китая встречаются. Сейчас у меня всё время мысль, а как вообще он грузит туда эти велосипеды? Воу-воу-воу! Ребята, смотрите, падал, падал, добрался до Пекина. Добрался он, конечно же, вместе с заборчиками. Потому что, ну, нельзя же просто так взять и построить какую-то красивую конструкцию. Надо обязательно ещё сделать ленточку. Ленточку на ленточке, ленточка ещё другая ленточка. Чем больше ленточек, тем лучше. У меня есть ощущение, что эти бесконечные заборчики и ленточки, это просто для того, чтобы создать больше рабочих мест. Ну, то есть, кто-то же должен всё это вешать, производить. Разгоняют экономику. Другого объяснения найти я не могу, потому что толку от этих заборов, конечно, никакого нет. Обязательный атрибут многих магазинов, это такой вот полицейский уголок. Знаете, как обычно в углу ставят огнетушитель, а в Китае иногда ставят такой набор охранника. Это шлем, это специальная палка, чтобы хватать и обезвреживать людей. Дубинка, щит. В общем, всё, что нужно для нейтрализации злодея. А называется этот уголок стенд для борьбы с беспорядком. Остаётся только вопрос, кто именно в случае какого-либо ЧП должен бороться с беспорядком. Сотрудники магазина или сюда прибежит специально обученный человек, который возьмёт эти щипцы, дубинки и щит. Ведь если мы себе представим, что злоумышленник решит что-то учредить в магазине, он же тоже может этим воспользоваться. В общем, странная история. Любопытно, что Шэньчжэнь построили всего в 12 километрах от Гонконга. Есть мнение, что это был китайский ответ городу-государству. Ведь когда Шэньчжэнь стали строить в конце 70-х, вопрос передачи Гонконга Китаю ещё не был решён. Вот китайцы хотели показать, что могут сами построить город не хуже. Но у такого соседства есть и объяснение попроще. Гонконг очень хорошо расположен, там большой морской порт и финансовый центр. А на Монтереке была дешёвая рабочая сила, которая могла всем этим пользоваться. Расскажите нам о Шэньчжэне. Чем он отличается от Гуанчжоу? Что делает Шэньчжэнь особенным? Воздух здесь свежее. Свежее, правда? Тут же рядом так много заводов. Нет. Но мы же на побережье. А заводы все ближе к Гуанчжоу. Всё загрязнение идёт туда. Здесь воздух чище, это чувствуется. Я училась в Гуанчжоу и могу сравнивать. Но Шэньчжэнь же всегда был индустриальным городом. Область вокруг, да, но не сам город. Все заводы там, в той стороне. Ещё одно отличие – это культура. Это город, ориентированный на бизнес. Тут довольно скучно. Ничего особо не происходит. Это город возможностей для бизнеса. Здесь можно попробовать что-то новое, то, о чём ты сегодня говорила. Да, да, именно. Ещё один центр промышленности и торговли Китая – это Гуанчжоу. Когда-то Гуанчжоу был главной точкой морского шёлкового пути. Сейчас это один из крупнейших городов Китая после Пекина и Шанхая. И центр международной торговли. Так в Гуанчжоу два раза в год проходит кантонская ярмарка. На ней заключают треть всех экономических сделок в мире. А это замечательное центральное ядро нового Гуанчжоу, новых районов Гуанчжоу. Финансовый центр, дорогие отели, модные рестораны. И, конечно же, телебашня – один из символов города. Всю эту красоту построили к азиатским играм в 2010 году. То есть всего 10 лет. И выглядит всё, конечно, замечательно. Единственное, абсолютно несамасштабно человеку гулять здесь не так приятно, как гулять по старым районам. Ну, по крайней мере, мне, может быть, кому-то нравится. Вот. Потому что всё такое гигантское, огромное расстояние. Ты по этим бесконечным площадям ходишь от одного объекта к другому. Около башни огромное количество продавцов фотографий, всяких непонятных сувениров. Все хотят что-то тебе продать. Вообще, место такое не очень приятное. Много людей, просто реально какие-то толпы. Здесь все полицейские, здесь уже на принтере он что-то печатает, какие-то очередные фотографии. Главное – это сопримечательность. И, конечно, бесконечные заборы, заборы, заборы. Потому что, если эти толпы, видимо, не направлять, то случится какая-нибудь давка. Кстати, в 20 веке в Гуанчжоу прошло несколько вооруженных восстаний под руководством коммунистов. Возможно, поэтому в городе есть целый бар с идеологической литературой. А это потрясающее заведение называется «Красный книжный бар». Там книги и идеи си. Внутри важная литература. Здесь можно взять бесплатно и почитать. Ну, начнем со второго тома. «Осуществляли множество важных дел, которые в прошлом нам хотелось, но не удалось осуществить. Благодаря этому мы добились исторических успехов в деле партии и государства, провели историческое преобразование, и социализм с китайской спецификой вступил в новую эпоху». Это восхитительно. В общем, здесь есть много книг, которые рассказывают о жизненном пути Си Цзиньпина. Большинство книг на китайском, но, как мы видим, главную книгу перевели на разные языки. Вот это «Конституция коммунистической партии Китая». А вот беленькая книжечка рядом – это очень полезное. Это положение коммунистической партии Китая о дисциплинарных взысканиях. Что здесь написано? «Китайская тематическая книжная ярмарка – важное окно для понимания современного Китая. Ключ к поиску ответов на вопросы Китая. Изучение идей, укрепление партийного духа, упор на практику и создание новых. Первопроходцы – инноваторы. Преодолевайте трудности и живите во благо людей». Так нас ведет красная нить куда-то. К пониманию современного Китая. Великий противоэпидемический дух. Жизнь превыше всего. У всей страны одно сердце. Куда же эта красная нить нас ведет? Дух двух бомб и одного спутника. Любовь к Родине. Беззаветная самоотверженность. Уверенность в своих силах. Тяжелая работа. Уже связь плохая для переводчика. Она не кончается. Будет обидно, если мы все это шли на парковку. Дух 4 мая. Патриотическая, прогрессивная, демократическая наука. Реально, это на парковку. Я надеялся, внизу будет какой-то музей. Что-то удивительное, красивое. А это просто подземная парковка. В общем, читая все эти важные цитаты, лозунги, и идя по этой красной нити, я был уверен, что внизу стоит столик, и какой-нибудь человек в кожаном плаще принимает тебя в партию. Потому что ты уже прошел весь этот путь, познал истину, и внизу осталось только расписаться и получить свой значок серпом и молотом. А внизу просто парковка. Вот такое вот красивое здание. Во! Вот так вот бывает, идешь, никого не трогаешь, а здесь такое потрясающее здание, такого интересного дизайна. Там какой-то цветочек с серпом и молотом. А внутри партийная литература. Лозунги, цитаты, принципы коммунистической партии. Огромное количество литературы про Си Цзиньпин. Посмотрите, как китайцы научились продавать свою идеологию. И еще один крупный промышленный центр Китая — это город Чэнду. Несмотря на долгую и богатую историю, Чэнду с каждым годом все больше развивается и разрастается. С 2010 по 22 год тут построили 105 небоскребов высотой более 100 метров. Теперь город занимает 12 место среди самых высоких мегаполисов мира. Но больше всего город знаменит не высотками. В Чэнду находится заповедник больших пан. Он был создан в 1987 году, чтобы спасти животных от браконьеров. Сейчас в Чэнду проходит универсиада. Со всего мира сюда приехали гости, кроме России и Беларусь. Россию и Беларусь не пригласили. Универсиад должна была пройти раньше. Из-за ковида все это дело сдвинули. Невероятный ажиотаж. Много людей, много туристов. Забиты гостиницы, где стоят очереди. И много охранников. При этом, как ни странно, их неприятно много. Они нагнали каких-то чуваков. Таких с деревень, которые, видимо, не понимают, в чем их роль. Они гоняют, если ты пытаешься что-то снять на камеру. Они просто раздражают. Они там к тебе подходят. Они не знают английского. Но если к вам в город приехала куча иностранных гостей, может быть, как английский уличная. Не знаю. Это все не может испортить впечатление от прекрасного Чэнду. Потому что Чэнду великолепный город. Из-за чего на каждом шагу здесь пальмы, друзья? Стоп. Я сказал пальмы. Панды. На каждом шагу здесь панды, друзья. Милая панда. Панда раз. Панда два. Сумочка, конечно же, в виде панды. Панда в пакете. Панда на веере. Панда, панда, панда. Панда на ларьке Pepsi. Панда не настоящая. Что вы сделали с пандой? Верните панду. Панда здесь. Панда штурмует небоскреб. Панду мы видим в логотипе какого-то местного китайского кафе. Панд мы видим даже в логотипе KFC. Панда у девочек на сумках. Панда у девушки в руке. Электрический щиток. Здесь панда венитговый аппарат. Тоже с пандой. В общем, панды тебя окружают со всех сторон. Панда столица мира. Панды, панды, панды. Панды повсюду. И от этого ты становишься счастливым. Я вот стал счастливым, честно. Это, конечно, удивительный контраст, когда ты смотришь на то, как выглядит старое жилье. С такими мрачными окнами, ржавыми решетками и всем остальным. И рядом жилье новое. Да, какие-то туристичные небоскребы, которые здесь растут. Посмотрите, как там интересно внутри. Это не вход, но здесь можно через решетку посмотреть. Посмотрите, какие там заросли, решетки. И вот в Чинду этот удивительный контраст повсюду. С одной стороны, какие-то традиционные китайские постройки, монастыри, какие-то пагоды. Вот все так замечательно. С другой стороны, небоскребы. Все это как-то вместе у них получается подружить. Прикольный общественный туалет. Такой чистенький, красивый. Здесь есть экран, на котором показано, какие занятые кабинки. Показана температура. Где какая? В мужском 31, в женском 30. В мужском потеплее. Вот. Влажность. Содержание, видимо, каких-то газов. То есть можно понять, насколько воняет в туалете, перед тем, как туда заходить. И еще из интересного, тут есть для собак. Смотрите, есть маленькая поилка для собак. Азиатский банк развития признал Чинду самым пригодным для жизни городом Китая. И все потому, что тут очень заботятся об экологии. Так власти Чинду строят по всему городу парки и небольшие сады. Здесь даже эстакады засаживают растениями. Выглядит интересно, похоже на какой-то затерянный мир. Как будто люди ушли, и природа начала возвращать свое. В Чинду, кстати, очень неплохая набережная. Прямо такая длиннющая вдоль реки. Можно бесконечно вдоль нее идти и ехать на велосипеде. Прямо супер приятно. Посмотрите, какая красота. Ну и, кстати, про хорошую архитектуру. Вот это длинное такое белое здание с черной пристройкой, надстройкой. Это какое-то техническое сооружение. Посмотрите, даже его сделали как-то симпатично. Вообще, как я сказал, в плане современной архитектуры Чинду очень крутой город. Здесь множество интересных проектов. Современных, классных, которые выполняются как западными архитекторами, так и местными. Чинду, кстати, друзья, оказался очень милым городом. Прямо мне при нем рассказывали, что он здесь скучный, здесь нечего делать. Но вот именно для прогулок он классный. Тут есть прикольная набережная. Очень неплохо сделаны такие вот торговые центры, стилизованные, выросшие из каких-то старых средневековых построек, храмов, монастырей в таком классическом китайском стиле. Здесь интересная высотная застройка. Вообще, в плане архитектуры много каких-то необычных объектов. А еще что интересно в Чинду, чего я не ожидал, здесь как-то особенно развита винная культура. Потому что вино вообще в Китае не очень жалуют и в основном испьют всю китайскую водку, пиво. А вот хорошее вино найти сложно. Импортное вино есть дорогое, может стоить несколько раз дороже, чем в других странах. Высокие акцизы. Китайское вино, оно пока такого довольно низкого уровня, хотя уже и появляются какие-то интересные винодельни. Но в Чинду прямо много таких винных баров с хорошим выбором вина. То есть прямо что-то такое вот шанхайское, пекинское есть в этом городе, столичное. Конечно, не все города в Китае выглядят как большой деловой центр. На некоторых улочках Шанхая все еще можно увидеть, как жили китайцы до всей этой урбанизации. Ну вот здесь можно посмотреть, как выглядят исторические кварталы после реконструкции. На видео они выглядят неплохо, потому что видео не передает каких-то мелких деталей. И кажется, что это действительно исторический квартал. Но если мы с вами подойдем поближе, то мы увидим, что все это новодел. Я не знаю, может быть где-то там внутри есть какой-то подлинный камень. Но на самом деле это просто все новодел. И вот здесь за забором видно, как они пересобирают здание. То есть даже если посмотреть вот вблизи, видно, что вся эта кладка, она вся новая. То есть новая кладка, новые все аштабатуренные наличники, там весь декор вокруг окон. Новые трубы, деревянные рамы тоже все новое. То есть это ничего подлинного и настоящего, естественно, не сохраняется. Да, это стеклопакеты. Ну, когда смотришь издалека, выглядит красиво. Идет дождик. А я иду по такому вот прекрасному шархайскому району, который издалека может показаться каким-то таким вот старым центром. И такие домики. Вот такая колониальная архитектура. Когда-то давно здесь находились домики вот на таком стиле. После чего это все реконструировали и стало только лучше. У китайцев особый подход к исторической архитектуре. Они не видят ценности в подлинности. То есть если мы с вами говорим про европейский подход, европейского подхода к исторической архитектуре, это главная подлинность. Сохраняются детали, большое внимание этим деталям. Там реставрируется какая-то старая доска, там вокруг нее будут бегать, ее как-то будут консервировать и так далее. То китайский подход, а почему бы не сделать то же самое только из новых материалов? Ведь какая разница? Часто, когда мы смотрим на какие-то старые районы, которые китайцы реконструируют, они просто зачастую все сносят и строят то же самое только из новых материалов. Все путеводители по Китаю уверяют, что атмосфера старинного китайского города сохранилась на улице Синтьянди в центре Шанхая. Я решил это проверить, и знаете что? Оказалось, почти все дома 19 века уже давно снесли. Застройка, которую мы здесь видим, по идее была здесь еще в 19 веке. Начали здесь все это строить, заселять. Потом много раз все реконструировали, и я не уверен, здесь осталось что-то подлинное и настоящее. Если подойти вблизи, то уже новый кирпич облицовочный, новые вот это все, какая-то штукатурка просто. Окна тоже. Очень сложно понять, что здесь действительно подлинного и оригинального осталось. Встречаются указатели, что это 1932 год. Но, опять же, когда ты подходишь, смотришь на эти здания вблизи, видно, что этот такой вот ремонт был сделан совсем недавно. Понятно, что внутри все новое, ничего не сохранилось, все интерьеры. Это новодел построен, видимо, с сохранением объемов, может, по чертежам. Но народ тут фоткается. Видите, людям нравится. При этом в Синтьянди самое дорогое жилье во всем Китае. Некоторые квартиры тут стоят дороже, чем в Нью-Йорке. Говорят, здесь живет китайская элита и представители высшего руководства других стран, которые сюда эмигрировали. Ну и чтобы вы понимали, такие районы, они на самом деле очень ценятся здесь. То есть в таких районах обычно дорогое жилье, хорошие рестораны, какие-то бренды. Видите, народ сюда приходит что-то фотографировать, снимать свои тиктоки. То есть это историческая застройка, она ценится. Ну вот, да, типичная история. Это какой-то особнячок, еще какой-то домик. Но тут видно, что внутри, если внутрь зайти, там даже близко нет намека на то, что это историческое здание. Они тут пытаются где-то ставить таплички, что это историческое наследие и какие-то памятники. Но, не знаю, вот гуляя здесь, я не вижу здесь ничего подлинного. Во всех этих зданиях сейчас размещены магазины и рестораны. Много сетевых. Такие бренды знакомые, то, что в Европе, в Америке. Видите, какой-то там фастфуд и так далее. Ну и опять же, внешне все это выглядит замечательно. Но когда внутрь заходишь, там от истории нет ровным счетом ничего. Какие-то балкончики, но это тоже все новое дело. Все эти балкончики, рамы, ставни, они везде одинаковые. Вся вот эта вот фурнитура и так далее, да, это все новое. Вот видно, это новая штамповка, это не подлинный элемент. То есть весь декор, который здесь есть, это все новое. Дверь металлическую ставили. Но опять же, если издалека смотреть, издалека это, кажется, действительно историческая застройка. Еще одни якобы исторические улицы — это хутуны. Когда-то там жили простые китайцы и вели традиционный образ жизни. Занимались разведением домашних животных и рыболовством. С развитием Пекина большинство хутунов снесли, чтобы освободить место для новостроек. Сейчас на хутуны можно посмотреть в одном из кварталов Пекина. Только не думайте, что они сохранились в их изначальном виде. Хутуны давно перестроили и приукрасили. Конечно, чтобы не стыдно было перед туристами, которые ищут в Китае историю. Изначально вообще власти хотели все эти районы посносить. Потому что что-то такое, какие-то трущобы. Только иностранцев нам будут здесь пугать в столице. Но общественность возмутилась. Сказала, что это вообще наше достояние, это наша традиция, это наша культура. Зачем это все сносить? И тогда было решено, некоторые хутуны их снесли. А некоторые хутуны их реконструировали, переделали, почистили. И они остались вот в таком преобразованном виде. И с одной стороны здесь протекает такая типичная китайская жизнь. А с другой стороны сюда теперь ходят туристы и смотрят на эту жизнь. Заходят какие-то дворики и любуются вот этими удивительными хутунами. Мы сейчас тоже с вами по такому райончику прогуляемся. И посмотрим, как живут люди. Живут они замечательно. Это вот, кстати, то, про что я вам говорил. Посмотрите, например, когда мы смотрим с вами на улицу. Видно, что все это реконструировано. Все покрасили вот такой серый цвет. Сделали крыши. Сделали, например, какие-то такие вот входы. У всех одинаковые двери, одинаковые решетки на окнах. Видите, все такое вот красивое. Но если зайти внутрь, то внутри начинается вот такой вот типичный, типичный настоящий Китай. Который меньше всего ожидаешь увидеть в центре Пекина. Какие-то решетки, сетки, возможно, даже какой-то сарай у него, цветочки. Вот такие вот узкие улочки. Какой-то есть самострой трехуровневый. Непонятно, да? И вот в этом весь кайф, да? То, что ты заходишь в какие-то такие вот эти вот дворики, еще куда-то. И там такая настоящая, настоящая жизнь. А таких двориков здесь действительно много. И живут они вот в таких вот условиях. То есть дальше здесь начинаются какие-то проходы, переходы. У всех маленькие комнатки эти велосипеды. Но все очень аккуратно. Видите, каждый велосипедик там накрыт, все убрано, все очень аккуратно. Конечно же, когда мы говорим про хатуны, то на узких улочках нет никаких ни тротуаров, ни велодорожек. Нет особо никакой зелени. Когда ты идешь по улице, здесь сплошной хаос. Когда они строились, не было машин, не нужны были такие широкие дороги. Это сегодня здесь все так тесновато. Но когда все это дело создавалось, это был такой понятный масштаб города. Со своей сеткой улиц, со своими дворами, со своими домиками. Сейчас все уже много раз перестраивалось, наслаивалось друг на друга. И некоторые моменты, да, они кажутся действительно такими тесными и неудобными. Общественный туалет, такой вот красивый, замечательный. И общественные туалеты мы увидим практически во всех хатунах, потому что изначально, конечно, в домах никакой канализации, водопровода и туалетов, естественно, не было. И была жуткая антисанитария, потому что люди использовали горшки. Ну, практически использовали горшки, потом куда-то что-то выливали, ходили углы за углы, еще куда-то. И в рамках борьбы с этой антисанитарией была целая кампания по строительству чистых туалетов в хатунах. И туалеты действительно чистые. Там сидит специальный человек, который, собственно, за чистотой и следит. Вообще, в Пекине общественных туалетов очень много. Даже есть специальная организация, которая отвечает за чистоту этих самых туалетов. Это Министерство здравоохранения. То есть в их ведомстве находятся общественные туалеты. И что интересно, чистота туалетов оценивается по нескольким критериям. По запаху. Интенсивность запаха может в его запахе не быть вообще. То есть есть без запаха, легкий запах. Есть очевидный запах и сильный запах. В соответствии со стандартами, естественно, есть. Вы же понимаете, мы же Китай, здесь на все есть стандарты. Интенсивность запаха в туалетах. Общественных заведений должна быть не выше первой степени. А в отдельно стоящих общественных туалетах не выше второй степени. Допускается легкий запах, если мы говорим про общественные туалеты. Также стандарт ограничивает количество мух в туалетах на квадратный метр. В общем, в туалетах общественных заведений должно быть не более одной мухи на квадратный метр. А в отдельно стоящих общественных туалетах должно быть не более трех. То есть если вы заходите в отдельно стоящий туалет, вот здесь, в Хутунах, смотрите три квадратных метра. Сколько? Максимум 9 мух. Считаете мух, мух 10. Пишите жалобу. В Министерстве здравоохранения. И менеджер этого туалета штрафует. Но на самом деле я вам скажу, что мух и запаха нет. Сейчас те туалеты, в которые я заглядывал, они действительно очень чистые. Мух нет, запаха нет, все хорошо. Вот еще один туалет, он чистый. Мух нет. Мух нет. Прямо туалет идеально чистый. Идеально чистый и нет ни одной мухи. Мух нет. Туалет проходит по всем параметрам. Вот здесь можно посмотреть, да, типичные вот эти пекинские хутуны с отреставрированными, переделанными этими фасадами. А здесь у нас такая советская пятиэтажка. Приехал курьер, что-то привез, и здесь вот, видимо, сортируют мусор. Будем считать, что это так сортируют мусор. Так вот выглядит двор пятиэтажки. Все заставлено машинами, велосипедами. Что интересно, посмотрите, во дворах, поскольку сейчас очень много электротранспорта, во дворах делают такие навесы, и здесь можно заряжаться. Естественно, это такая платная история. То есть ты сканируешь QR-код, и вот у тебя тут есть розеточки, и ты можешь заряжать свой скутер или электровелосипед. В основном заряжают скутеры. Что еще интересно во дворе обычной пятиэтажки, это как выглядит доставка. Тут в этом домике живет консьерж-охранник, и специально стоит шкаф для доставок. И тут лежит кучу посылочек, поэтому вы приходите вечером с работы и ищите посылочку, которую вам доставили. Она будет где-то на полочках на этом шкафе. А что интересно, видите, открыты ворота, то есть можно по идее туда зайти и все эти посылочки, не знаю, взять и украсть. Но Китай сегодня относительно безопасный, здесь нет такого вот воровства, здесь не страшно за свои вещи, что кто-то залезет в рюкзак. Понятно, наверное, стопроцентной гарантии вам никто не даст, но я сегодня в Китае себя чувствую очень безопасно, примерно как в Японии. Когда ты просто расслабляешься, ты перестаешь следить за своим кошельком, за своими картами, за вещами. Ну и судя по тому, как себя люди ведут, как они там иногда не закрывают машины, как они оставляют там рюкзаки. То есть совершенно нормальная история, когда в каком-нибудь кафе человек оставляет рюкзак на стуле и идет в туалет, и пять минут рюкзак просто без присмотра, и он за нее не переживает. Чем это вызвано, не знаю. Может быть из-за того, что здесь камеры наблюдения на каждом столбе и воришку быстро найдут. А может быть просто какая-то общая осознательность, люди договорились, что будут вести себя прилично. При том, что с безопасностью в Китае сейчас все более-менее хорошо, в моем отеле в Пекине обнаружился невероятных размеров сейф. Китай, друзья, не перестает удивлять. И сейчас я заселился в гостиницу. Обычная китайская гостиница в Пекине, самый простой номер. И сейчас я вам покажу, как выглядит отельный сейф. Я сразу скажу, что до своей жизни я пожил, наверное, в сотнях, если не в тысячах разных отелей по всему миру. Это были как роскошные пятизвездочные отели, так и какие-то самые дешевые, где даже горячей воды нет. Я думаю, вы тоже видели, как выглядят сейфы в отелях. Они бывают разные, чуть побольше, чуть поменьше. Ничего особенного. Давайте посмотрим, как выглядит сейф в китайском отеле. Я такого не видел никогда. За всю свою жизнь, за весь свой опыт путешествий я ни разу не видел ничего подобного. Мне не терпится вам это показать. Тут сейф, гигантский, гигантский сейф, который... Посмотрите, я не знаю, что здесь можно в этом сейфе хранить. Можно хранить человека. Если вы приехали с дорогим любимым человеком, то этого человека можно хранить в этом сейфе. То есть даже вот я могу в этот сейф... Я сейчас вот так... Ну я, конечно, немножко жирноват на него, но... Короче, если снять полку, я полностью могу убраться в этот сейф. В этом сейфе можно хранить человека. Можно хранить, я не знаю, труп. Если что-то у вас неправильно в номере случилось. Тяжеленная дверь. Он просто... Вон, видите, такой вибро, так и ножки там стоят, чтобы... Это просто фантастика. И во всех китайских гостиницах у вас обязательно будет фонарик и такие вот противогазы на случай пожара. Для эвакуации, такой набор для эвакуации. Такое встречается в некоторых странах, в китайских отелях, это обязательно. Вы в любом номере любого отеля увидите такие вот одноразовые противогазы и фонарики. Ну, вернемся в безопасные хутуны. Так выглядят местные мусоровозы. Они выглядят неопрятно. Вот они как раз грязные, вонючие. И вокруг них мухи как раз часто летают. Это вот местный мусорщик. Они на этих телегах ездят и собирают мусор. Ну, а в целом внешне все хутуны выглядят одинаково. Все серое. Видите, везде вот эта серая такая вот облицованная плиточка под кирпич. Вот, это такой стандарт. Стандартные окна. Зеленые решетки, красные элементы и серые стены. Смотрите, какой потрясающий дворик. Такие дворики тоже встречаются с виноградом. Это что-то напоминает юг России. Такие, что заплетенные. Появляется зелень, появляется какой-то уют. Это инициатива жильцов. То есть, если какие-то жильцы в этих районах высаживают растения, то тогда можно встретить просто приятную зелень. Ну, и здесь уже видно, что если на улице у нас есть какие-то стандарты, и там все это реконструировали, то здесь уже кто во что вгораст. Здесь никаких стандартов нет. Здесь мы видим эти хутуны в таком естественном виде. Кстати, если будете в Пекине, не стесняйтесь заходить в такие дворики. Это совершенно нормально. Местные жители не против, никто не шипит, никто не прогоняет. Ну, надо вести себя прилично, не кричать, не шуметь, а просто зайти посмотреть. Совершенно нормально. Кстати, жилье в хутунах вовсе не дешевое. Аренда здесь комнатки может превышать тысячу долларов в месяц, потому что хутуны находятся близко к центру. Ну, и вообще, эти вот пекинские хутуны, ну, не все, но некоторые из них, они очень интересны, в том числе для туристов, потому что здесь такая невероятная смесь. С одной стороны, здесь какие-то прямо классные кофейни модные, вот как там за моей спиной, какая-то кофейня с магазинчиком, ну, делают прям хороший кофе, как это положено. Фэнди, Диор, Прада, Гуччи, какой-то магазин винтажной одежды. Здесь тоже чай, кофе, вино и какая-то читальная станция, какой-то модный такой хипстерский магазинчик. А буквально напротив у вас, смотрите, да, у вас будет такой вот просто типичный двор. Кайф, да, вот просто переходишь улицу, у тебя здесь такая вот удивительная красота и самобытность. Поэтому, друзья, если будете в Пекине, обязательно запланируйте посещение хутунов. А вот такой подход к реконструкции исторических зданий у нас бы назвали потемкинскими деревнями, ведь за красивым фасадом скрывается мусор и разруха. Вот здесь, кстати, можно посмотреть, как привели в порядок фасады вот этих вот домиков, которые выходят на главную дорогу, то есть им, видите, сделали одинаковые козырёчки, всё покрасили в такой серый цвет, поставили одинаковые решёточки, даже сделали ящики для кондиционеров. Но если войти туда внутрь, то чудо заканчивается, и там уже начинается обычный трущобный срач. В общем, главное, чтобы не портили вид с улицы. Перестраивают китайцы не только старинные здания, но и мосты. Ну а вот, собственно, один из архитектурных символов Чэнду. Это мост Аншунь. Выглядит интересно, роскошно. Не просто мост, а мост с магазинчиками, видите. Просто Флоренция. Такой аутентичный, в традиционном китайском стиле. Издалека может показаться, что это какой-то древний мост. На самом деле, этот новодел построили только в 2003 году. Предыдущий мост Аншунь, который здесь был, смыло в 80-х годах наводнения. Да и тот тоже был новоделом. До этого мост тоже смывало наводнения. Вот такая незавидная судьба у мостов в Чэнду. Сильные наводнения их смывают. И вот так вот выглядит мост. Вход через деревянные ворота. Все очень добротно. Сделано из камня, резьба. Ну и вот так замечательно выглядит этот мост. Здесь вдоль моста огромное количество каких-то кафешек, пабов, баров. Отовсюду музыка. Так что думаю, вечером будет совсем весело. Древний мост Аншунь. В этом месте в Чэнду проходят различные тусовки. Огромное количество каких-то баров. Видите, все выставляют уже диваны на набережную. Потому что вечером здесь будет куча людей. Прикольно, людей просят не драться. В общем, как видно, друзья, все серьезно. Подлинного осталось немного даже в китайской стене. Конечно, приехав в Китай, я не мог обойти стороной. В прямом и переносном смысле ее символ, великую китайскую стену. Стена была построена как ряд укреплений на северных границах древних китайских государств. Несколько стен было построено еще в 7 веке до нашей эры. Позже многие сменявшие друг друга династии достраивали ее многочисленные участки. В том виде, в котором мы знаем ее сейчас, стена была построена только в 15 веке. Хотя стену строили, чтобы она защищала китайские земли от захватчиков, со своей основной задачей она никогда по-настоящему не справлялась. Ну а в 7 веке она вообще потеряла всякую актуальность и перестала быть нужда, потому что границы Китая расширились и стена оказалась уже не на границе, а глубоко внутри страны. Конечно, со временем многие участки стены разрушились из-за погодных явлений или намеренных подрывов. Так, например, во время культурной революции стену сочли символом прошлого, которое надо уничтожить. Китайское правительство начало восстанавливать стену в 1957 году. Процесс восстановления все еще продолжается и может занять много лет. Но вообще стену обновляли и ремонтировали все то время, что она стоит на месте. Поэтому подлинно древние участки и новострой тут давно перемешались. В целом сегодня стена делится на несколько участков. Это есть участки такие туристические, куда на автобусах привозят туристов, где все, можно сказать, построено заново практически. Удобно, есть там канатные дороги, удобные подъезды. Есть стена полудикая, где ты там все-таки идешь карабкаешься, а есть участки прямо совсем такие, можно сказать, настоящие, дикие. По стене проложено много разных треков. Есть треки, которые занимают неделю и более. Это когда вы идете там с палаткой, останавливаетесь на ночевку в каких-то деревнях или прямо ночуете на стене. И некоторые путешественники предпочитают, да, вот такое исследование стены. Ну а мы по-простому, по-туристически. Когда на улице под 40, ходить, конечно, даже по стене не очень комфортно. Палит солнце, ты еще идешь постоянно вверх по неудобным ступеням. Но что не сделаешь ради долга китайского. Ведь мы знаем, что настоящий китаец должен обязательно подняться на китайскую стену. А я решил стать настоящим китайцем. Так что положение обязывает. Если вы считаете, что партия гордилась бы таким гражданином, как Илья, ставьте лайк. Кстати, имейте в виду, что покрытие вот здесь, видите, такое каменное. Все так немножко криво-косо. Поэтому дождь, например, может быть скользко, если у вас скользкая обувь. А теперь давайте посмотрим, как китайцы заботятся о туристах перед китайской стеной. В супер туристическом таком месте, куда приезжают автобусы. Можно посмотреть, тут прямо людей привозят на автобусах. Есть аппараты по аренде детских колясок и зонтик. Да, из-за того, что сейчас жарко, где-то плюс 35, очень яркое солнце. И если у вас нет шляпа или зонтика, зонтик можно взять в аренду. Точнее, просто взять его на прокат. Даже бесплатную аренду можно его взять. Единственное, нужно оставить залог 39 юаней. Все происходит по QR-кодам через Alipay. И то же самое с детскими колясками. Детская коляска стоит 10 юаней в час. Она вот так выглядит. Тут, опять же, вам нужен или WeChat или Alipay для того, чтобы ее взять. Стоит 10 юаней в час. И коляска сама выглядит вот так. Такая простенькая раскладушка с сиденьем. То есть для небольшого ребенка вполне удобно. Но смысл, опять же, в том, что если по какой-то причине у вас не настроен Alipay или WeChat, то сделать вы ничего не сможете, потому что ни кассы, ни наличные, ни кредитные карты, ничто здесь не принимается. Поэтому будьте внимательны. Возле стены китайцы построили фейковую историческую деревню. Когда-то на ее месте действительно было древнее поселение Губэй. Но большую часть жилых домов деревни снесли, а жители попросили переселиться в города. На месте деревни китайцы построили новую достопримечательность для туристов. Ну вот, подходим к городу, который выглядит очень историческим. Единственное, конечно, нужно понимать, что это все абсолютный новодел. Вот этот мост такой красивый, вот эти здания, это все построено буквально недавно. Здесь, конечно, стоит отдать должное китайцам, потому что за последние годы и десятилетия они научились неплохо в чистом поле строить свои чудеса. Выглядит достаточно прилично. Видите, стенд вот так стилизован под что-то такое древнее, деревянный. Стало меньше пластика, стало меньше каких-то раздражающих непонятных элементов. Обратите внимание, как они мило даже задекорировали урны. Они похожи на такие бочонки, а сверху даже есть такие цветы, которые люди используют как пепельницы. Народ не понял, что это цветочные горшки. Правда, чтобы попасть в древнюю деревню, вам придется пройти через очень даже современный зал. Здесь уже атмосферы древности нет. Кондиционеры, какие-то инсталляции, обязательный атрибут. Это Starbucks. Starbucks в Китае просто на каждом шагу. Такие вот кассы, как будто ты приехал не в древний городок, а на вокзал. Ну и к слову о том, как здесь удобно иностранцам. Я сейчас такой супер недешевый и известный достопримечательности. Деревня Губей, хочу купить билеты. Они поставили автоматы по продаже билетов специально для иностранцев. English, наберешь английский, забронировать билет. Хочу там один билет, 280 юаней, все хорошо. По идее, хочу купить, а дальше сообщение уже на китайском. Видишь, здесь что-то. То есть тебе надо брать это все и переводить с каким-то переводчиком, потому что ни хрена уже не понятно, что надо дальше делать, потому что интерфейс не до конца переведен. А идти надо в кассу, потому что этот аппарат хочет ваши документы. Без паспорта нельзя зайти в музей, поэтому надо идти на кассу и давать им паспорта. Они будут на них как-то косо смотреть и, может быть, пропустят в город. Итак, долгожданный билетик куплен. Стоит он 280 юаней. Это за вход в город и плюс туда-обратно на канатной дороге. И проход прямо как в метро. Сейчас мы пройдемся и посмотрим, как с нуля китайцы создают историю. Здесь, конечно, надо отметить, что с деталями они поработали очень хорошо. Если сейчас посмотреть, да, вот эти вот каменные ступени, как они замостили вот эти вот улицы. Видите, здесь мрамор так вот выложен. Какие-то деревянные заборчики. И даже навигацию они стилизовали под что-то такое древнее. Какие-то доски, как будто они какие-то обгоревшие, еще что-то. Это все похоже на хороший парк аттракционов. Все лавки здесь это просто магазины, рестораны, какие-то бесконечные сувениры. В общем, все, что нужно туристу. То есть эта деревушка, это просто классический пример китайского туризма, когда в чистом поле создается достопримечательность, с гигантской парковкой, как у какого-то гипермаркета, с большим количеством всяких лавочек и развлечений. Люди сюда едут отдыхать, восхищаясь красотой древнего городка. Ну а чтобы никто не сомневался, что это на самом деле древний город, здесь буквально на каждом шагу это написано. То есть весь секрет, он буквально прячется в названии. То есть дословно Губэй Шуйчжэнь означает, это очень древний город на севере. Ну то есть на севере от Пикито. Если кто-то вам скажет, что это новодел, построили буквально несколько лет назад, не верьте, это древний город. Такие вот окошки, как бы старые декоративные решетки на кондиционерах, чтобы вот какие-то стоят, видите, бочонки, палки, подпорки. Естественно, когда вблизи подходишь, ты видишь, что все это новое. Но бездалека, если здесь, например, снимать какое-то кино, то вполне прокатит. Особенно не знающие люди и не отличат. Вот можно вот с двух сторон вдоль этого канала идти. Куча разных мостиков, водопады. Ну красота, просто замечательно. Видите, как красиво все сделали. Ну и надо понимать, что все эти здания, естественно, не жилы. Здесь никто реально не живет, не работает. Просто приходят в свои сувенирные лавки и развлекают туристов. Посмотрите, да, вот так вот по деталям. Все это очень хорошо сделано. Некоторые вот даже, видите, искусственно состарены. Вот как-то помяли, поцарапали, что-то заржавело. Как вы понимаете, много красоты для туристов не бывает. Поэтому здесь еще повсюду есть какие-то лавочки с росписью. Видите, тут прямо любые художники, любые произведения. Все, что угодно туристической душе. Разные дома. Опять же надо понимать, что в этих домах никто не живет. А вот площадь и ворота, как в каком-нибудь China Town. Ну и конечно же, поскольку мы в приличном месте, роскошнейшая лягушка из покрышек. Вот эта лягушка из покрышек, кстати, пока единственная настоящая в этой бутафорской деревне. Потому что если мы себе представим, что эта деревня была бы живой, здесь жили бы какие-то люди, то, наверное, она как-то так бы и выглядела. То есть пока это что-то такой вот маленький уголок чего-то настоящего. Я думаю, эту лягушку построили владельцы этого кафе, чтобы было красиво. Ну и такие вот здесь вот есть истории. Это робот, то есть это не настоящий чувак. Он что-то делает там, не трогать, что-то он толчет. Ну и когда смотришь на всю эту красоту, возникает вопрос, а как к этому правильно относиться? У меня отношение очень простое. Я думаю, отношусь как к такому легкому развлечению. Можно провести аналогию, например, с кино. А есть кино на массового зрителя. Какие-нибудь такие развлекательные фильмы. Я не знаю, вот недавно вышел фильм про Барби. Красиво, дорого, все ходят, все смотрят. Но навряд ли этот фильм как-то изменит вас, заставит о чем-то задуматься. То есть это такое просто развлечение, кино, на которое вы идете с семьей, с друзьями, поедаете попкорн, пьете водичку и наслаждаетесь зрелищем, о котором там завтра забудете. То же самое и здесь. Люди сюда приезжают. Приезжают в том числе на туристических автобусах, делают фотографии, гуляют. Получают тоже удовольствие, ты идешь гуляешь в таком уютном местах. То есть если вы посещаете архитектурные достопримечательности просто ради картинки, и вас не интересует углубление в культуру, в историю, вам не интересно, какой мастер там что нарисовал, построил, почему те или иные элементы именно такие. Подобные места в плане совершенно нормально. Именно поэтому сюда приезжает много туристов, много людей, где можно просто погулять по какому-то такому парку, поесть пельмешки в ресторанчике и поехать куда-то дальше. Поэтому с точки зрения приехать, пофоткаться, провести вечерок замечательно. С точки зрения изучения китайской культуры, наверное, стоит поискать что-то другое. Чего только китайцы не сделают для привлечения туристов. Так в Тяньцзине есть дом, который якобы украшен старинными вазами из фарфора. Говорят, что для мозаик в доме использовали десятки тонн фарфоровых осколков и даже мрамор, россыпь хрусталя и полудрагоценные камни. Стоимость сооружения оценивается в 315 миллионов долларов. Но на деле этот фарфоровый дом выглядит большой поделкой из вас из соседнего рынка. Возможно, тут и вправду есть настоящий древний фарфор. Кто знает, не зря же толпы туристов приезжают посмотреть на это архитектурное чудо. За моей спиной, друзья, одна из главных новых достопримечательностей Тяньцзина. Это фарфоровый дом или фарфоровый замок, как его здесь называют. Спасибо. 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 Вот, собственно, что это такое? Здесь раньше было заброшенное здание, в котором находилось министерство финансов, потом здание было заброшено. В общем, пустовало-пустовало, пока его в 2002 году не находит местный китайский собиратель фарфора и не решает из него что-то сделать. У него был выбор просто его отреставрировать, но он решил пристроить куда-то свою коллекцию фарфора и не нашел ничего лучше, чем этим фарфором украсить здесь все. В общем, чувак взял фарфоровые вазы, чашки, какие-то осколки и украсил этим всем стены, потолки. В общем, от оригинального дома, по-моему, не осталось уже ничего. Говорят, здесь тысячи-тысячи предметов фарфоровых были использованы для декора этого дома. Теперь это стала местная достопримечательность. Видите, здесь постоянно толпятся люди. Сюда теперь продают билеты, здесь какие-то сувенирные магазины. При этом люди не помещаются на тротуар, они даже на другой стороне улицы. Народ приходит, фотографируется, и у всех это вызывает дикий восторг. Хотя, с точки зрения искусства, ничего особого ценного в этом нет. Знаете, как в России в какой-нибудь деревне кто-то делает дом из бутылок, или дом из каких-нибудь крышечек, или еще что-то. Такое примитивное народное искусство. Но здесь зашло, и здесь это превратилось в какую-то достопримечательность. Указатели сюда, путеводители сюда ведут. Соответственно, видно, сколько людей. Вот видно, да, как тут прямо тикит офис. Да, нужно купить билет. Нужно купить билет, чтобы попасть внутрь. Вокруг подобных объектов много легенд. Например, здесь в одном из путеводителей сказано, что это какой-то древний, античный, чуть ли не музейный фарфор был для этого использован. И что чувак прямо всю свою дорогую коллекцию использовал, чтобы задекорировать этот дом. Понятно, что все это глупости. Обычные штампованные эти вазы, которые, видимо, были куплены им на каком-то ближайшем заводе. Но достопримечательно. Ну, конечно, есть в Китае что-то на самом деле историческое. Друзья, я стою на набережной Бунт в Шанхае. До 1840-х годов тут был грязный узкий переулок, заросший высоким тростником. Но в 1842 году в Шанхай вошли западные интервенты. По итогам опиумной войны они добились от Китая открытия портов и права строить свои офисы здесь. Бунт стал местом, где западные страны, в том числе Британия, Франция и США, построили банки и торговые дома. И благодаря этому Шанхай в 1920-30-е годы превратился в ведущий город Азии. Космополитичный, процветающий коммерческий и финансовый центр. Когда Мао Цзэдун пришел к власти в 1949 году, жители Бунта подверглись быстрой чистке. Люди были вынуждены закрыть торговые лавки и уехать. Вместо них в зданиях разместили офисы членов правительства. В конце 1970-х годов экономическая политика в Китае смягчилась и здания на набережной Бунт снова стали коммерческими центрами и разными местами для развлечений. Сам район привлекает туристов со всего мира разнообразием архитектурных стилей и истории, которая здесь запечатлена. Еще одно историческое здание в Шанхае это бывшая скотобойня. Это здание бывшей скотобойни построили еще в докуммунистическом Китае по проекту британского архитектора в 1933 году. Это не просто какая-то маленькая скотобойня, целый скотозавод, там содержались различные животные, коровы, козы, даже кролики там были. И это была одна из крупнейших скотобойн на востоке. Огромное здание, поэтому фасаду не скажешь. Внутри там должен быть театриум, где, собственно, содержались животные. По воздушным мостам они переходили из одного помещения в другое и, собственно, уходили на забой. И внутри должны быть прикольные интерьеры. Мы сейчас посмотрим, вот эти вот бетонные мосты, такие грубые лестницы, пролеты. Сейчас сюда приезжают люди делать фотографии. После того, как скотобойню закрыли, это здание использовалось как текстильная фабрика, холодильные камеры использовались как склады, а сейчас здесь такой арт-центр. Здесь располагаются всякие кафешки, магазины, галереи, такое арт-пространство, и это место любят хипсеры. В том числе любят они за архитектуру, потому что здесь можно делать классные фотографии в этих удивительных интерьерах. И, опять же, что интересно, и относительная редкость для Китая, что это здание, оно, в принципе, полностью сохранилось. Но вот этой скотобойне каким-то чудом повезло. Ее не переделали внутрянку, не снесли, не сделали никакой торговый центр, жилой комплекс, подземную парковку и все остальное, а оставили практически вот ее в оригинальном состоянии. Поэтому пойдем смотреть на это чудо скотобойной архитектуры. И вот это центральная часть, и по этим мостикам скот заходил в центральную часть. Даже написано, что это путь для скота, и он специально сделан таким рифленым, чтобы копыта не скользили, даже когда кровь стекала. и всякие там отходы жизнедеятельности. Вот это прикольно, видишь, все эти бетонные лестницы, и здесь как раз места, где все фотографируются. Воздушные мосты! Как выглядел промышленный Шанхай в 20 веке, можно увидеть в историческом гетто. Рабочие селились в нем, чтобы жить недалеко от фабрики. Расскажи, чем ты занимаешься? Сколько ты живешь в Китае? 14 лет в Шанхае. 14 лет в Шанхае. Приехал из Владивостока сразу после школы, выучил язык. Отучился в университете на китайском. Инженерная логистика. Я, по идее, должен уметь строить аэропорты. Уметь строить железнодорожные станции. Не дают. Иностранцу нельзя прикасаться. Да ладно! То есть ты выучился и не можешь строить? И поэтому я работаю просто менеджером авиаперевозок. На выходных я с коллегами, ну как коллегами, мы познакомились в Шанхае. Иван организовывал тут первый стендап-клуб на русском. Я там выступал. А Сергей, он приезжал в Китай делать инвестиции иностранные. Но так получилось, что Сергей очень хорошо в истории разбирается. Иван очень хорошо умеет вести диалог. И мы начали снимать наш проект. Это история архитектуры Шанхая 19 века. Самое главное сказать, ссылочка будет в описании на этот замечательный блог. У нас 242 подписчики. Сколько? 242 подписчика. Я не умею вести такие диалоги. У вас серьезно 242 подписчика на ютубе? Да. То есть вы снимаете, делаете и у вас 242 подписчика? Да, ну потому что контент интересен. Вот ты за каким контентом приехал в Шанхай? За архитектуру 19 века. Ладно, мы все равно оставим ссылочку. Может кто-нибудь подпишется. Это, наверное, одно из последних настоящих гетто Шанхая, где все еще живут люди, которые приехали сюда на заработки во время культурной революции. То есть здесь рядом была какая-то фабрика, и люди приезжали, занимались самостроем. Строили один этаж, второй этаж, третий этаж, четвертый. В основном китайцы строят это по династии. То есть первый приехал, построил два этажа. Его ребенок, родители построили еще один этаж. Ребенок, ребенок, и вот так четыре этажа. Слушай, ну красиво, да. Прямо как было вот 10 лет назад, когда я ходил по таким районам, их было больше. Капитализм неуклонно влияет на коммунистическое уклад общества. Скорее всего, уже сейчас на каждом этаже живет разная семья. Но, тем не менее, у них может быть до сих пор общая кухня на первом этаже. То есть они все спускаются, по очереди пользуются кухней. У каждого свой включатель. У каждого своя электрификация. Аж шире. Аж шире. У нас здесь живет 27 лет. Сыгуротик стоит, чтобы не капала. Капитализм. Ага. За нами даже никто не следит. На выходе примут. Что? На выходе примут. Нам же куда-то выйти надо выйти. А здесь один выход. Да. А, тупик. Тупик тоже был в Шанхай. Да, тупик. Да, тупик. Пекинская бикини. Что это? Это когда ты внутреннюю накопленную теплоту высвобождаешь через свою узико. Потому что это самый проверенный вариант за пять тысяч лет истории. Пекинская бикини. Исторические кварталы с колониальной застройкой есть не только в Шанхае, но и в Гуанчжоу. Остров Шаминь в Гуанчжоу довольно редкий пример. Такой целостной колониальной застройки, которая неплохо сохранилась. В середине 19 века сюда пришли французы и британцы. Они поделили небольшой участок земли, который позже стал таким островком на жемчужной реке. И построили здесь довольно богатые здания. В них располагались в основном консульства, офисы, банки. Потом, понятно, европейцы отсюда ушли. Долгое время здесь не было ничего интересного. В 90-х годах все это привели в порядок, вернули туристов. Сейчас, что интересно, здесь осталось единственное консульство, это консульство Польши. Все остальные отсюда уже давно уехали. И поэтому в основном есть какие-то галереи, магазины. Даже в историческом здании Starbucks они сделали. Но что интересно, совершенно нетипичная для сегодняшнего Китая застройка. Очень много зелени, такие прям высокие деревья. И летом, особенно летом, когда такая страшная китайская жара, здесь еще хоть как-то можно находиться. Потому что в обычном городе находиться во время такой жары сложновато. В Чинду до сих пор сохранился старинный буддистский монастырь Вэньшу, который построили еще в VI веке. Тут есть более 300 статуй Будды из разных материалов. От грязи до железа. Хоть это место и стало популярным среди путешественников, сюда по-прежнему приходит много верующих. Выглядит здесь прямо все необычно для Китая подлинно. Вроде бы даже не новодел, и территория монастыря не подверглась какой-то серьезной реставрации. Это представляет этот монастырь ветку Махаяна. Махаяна – это северный тибетский буддизм в этом направлении. Соответственно, это все отражается и в архитектуре, который отличается от статуи, которые представлены в Таиланде. Потому что Таиланд – это бирманский буддизм. Ветка называется Тхиравада. Но, тем не менее, общий концепт один. И вот такие вот храмы – это настоящие жемчужины. Это просто большая редкость увидеть такую древность, тем более в самом центре города, современного мегаполиса. Честно, у нас такого почти не встретят в Таиланде. Поэтому я вам не описываю в восторге. И всем очень люблю посетить этот храм в Чинду. Кирилл, как настоящий буддист, сразу пошел. Есть еще такое отличие именно китайских храмов. Здесь обязательно находятся такие точки соприкосновения. Обязательно что-то нужно потереть где-то, потрогать куда-то, положить монетку, и тебе будет счастье. Но в данном случае это сказочное существо, у которого есть колокольчики. И явно, если вы покрутите, либо погладите его, будет вам счастье. Огромное количество людей, все приходят, поклоняются, включая детей. Ну, все мы знаем, что основная государственная идея идет в разрез. Исторические ценности, это конечно важно, но про безопасность тоже не надо забывать. Поэтому, конечно же, здесь в храме есть целый стенд пожаротушения. И, как всегда, естественно, как везде в Китае, уголок предотвращения беспорядков. Если кто-то буйный сюда придет, его быстро нейтрализует с помощью этих вот всех средств. А если, не дай бог, здесь начнется пожар, то видите, здесь есть прямо все необходимое. Огромное количество огнетушителей, при этом разные огнетушители для разного типа горения. Есть костюмы, рукава, перчатки. В общем, все необходимое для того, чтобы пока едут сюда пожарные команды, люди могли самостоятельно начать борьбу с огнем. Очень круто, кстати. Есть, конечно, определенные различия к организации самих пространств храмов, как вот все устроено внутри. Все-таки в Таиланде у нас храмы это абсолютно бесплатное пространство, где можно поесть, где можно попить. Каждый день разные люди, разные бизнесмены привозят туда какие-то свои продукты, дают их монахам, потом угощают всех людей, которые туда пришли. Здесь, конечно, все-таки есть китайское предпринимательство немножко, оно присутствует. Например, вот здесь находится замечательное чайное, где можно купить чайничек всего за 300-400 долларов, ну и выпить чайку тоже согласно меню. Но поскольку мы находимся все-таки в Китае, даже в древнем святом месте будет процветать бизнес. Стоило отойти буквально 10 метров и выйти за ворота храма, как начинается бесконечное количество магазинчиков сувенирных лавок. Тут уже какие-то ребята в костюмах пытаются продать фотографии с собой. Тут ходит заяц на костыле, сидит какой-то монах, вполне возможно, что это монах ряженый. Я не знаю, тут продаются какие-то картины. Это уже все, конечно, новоделка, вся коммерческая пена. По площади с магазинами погуляли, давайте теперь посмотрим, что китайцы продают в торговых центрах. Конечно, всевозможные реплики. Китайские подделки брендов одежды, обуви и всего на свете известны по всему миру. Согласно данным Forbes, Китай производит около 80% всего контрафакта на земле. По подсчетам Пенсильванского университета, Китай ежегодно продает поддельные товары на сумму около 25 миллиардов долларов. Ну и так вы ходите по этим бутикам, их здесь очень много. Каждый бутик обычно это просто представительство фабрики, которая все это дело отшивает, где висят образцы продукции, которая сейчас доступна. Вы выбираете, что вы хотите и оформляете уже заказ, заказываете какую-то большую банку. Раньше этим занимались челноки, теперь, как мы знаем, челноков нет. И челноки теперь элегантно называются байеры. Это не челноки, это помните, как гренка, которая стоит несколько рублей, а крутон уже сможет продаваться дорого. При этом надо понимать, что здесь есть какие-то такие локальные тут китайские бренды, но большинство этих ребят, они просто возьмут и сделают любой бренд, который вы захотите. То есть можно дать им свой логотип, и они нашьют на одежду ваш логотип. После этого можно объявить себя дизайнером и открыть свои салоны одежды по всей России. В принципе, так многие делают. Знаменитый коллаб Адидаса и Баленсиаги. Баленсиага, что в последней коллекции все, что продается в Милане и в Париже, и в Нью-Йорке, все продается и здесь. Вот такая вот кофточка Селин. Дубленка, пух, верблюд, шуба. Смотри, вот такие вот. Это пластиковая рысь. Сколько таких будет стоить? 300 юаней за штуку, да? Оптом это сколько? 200-300 штук. 300 штук по 300 юаней? Да-да-да. Ну, не знаю сколько, в России он тысяч 10, наверное, будет стоить, когда приедет. А здесь получается около 4 тысяч в закупке. Сейчас покупателей здесь практически нет, потому что после ковида поток челноков из России немножечко иссяк. Ну, здесь прямо уже вон русские красавицы стоят. Халаты. Вот если кто-то грустит, что Zara ушла из России, на ее место придет китайский Zara. Кстати, более в нашем консервативном и традиционном обществе, мне кажется, Zara будет более правильным магазином. Оказалось, что фейковыми в Китае бывают еще и книги. Не те, что рассказывают о достижениях Мао, и даже не те, на которых красуется надпись какого-нибудь бренда. В одну из библиотек Китая вместо настоящих книг на полке приклеили их фотографии. Конечно, изначально никто этого не планировал. Архитекторы должны были спроектировать библиотеку, в которой было бы много террас с книгами. Так люди могли бы подниматься на террасы и там читать. Но, видимо, до конца идею не продумали. Получилось, что в библиотеке есть куча таких полок-террас, но пробраться к ним невозможно. Настоящие книги находятся на нижних этажах, куда можно спокойно подняться по лестнице. А на верхних только их фотографии. Библиотека, можно сказать, непростой судьбы. Спроектировали ее голландские ребята, студия Anvir de Wim. Вы далеко знаете их объекты. Вам, наверное, их сейчас здесь сверху покажут. Это их объекты. Кстати, одно из зданий по их проекту строится в Москве на Садовом кольце, и скоро уже будет готово. Эта библиотека считается самой необычной в мире. И если вообще просто в поисковике набрать необычную библиотеку, то вы наверняка увидите фотографии отсюда. Потому что интерьер действительно выглядит таким невероятным, фантастическим, суперфутуристичным. Посмотрите на эти стеллажи, на это яйцо внутри. Ну, действительно, все это очень и очень круто. Архитекторы голландские, когда все это дело проектировали, они думали, здесь будут какие-то мостики, какие-то террасы, и люди будут по ним ходить, брать книги, читать. В общем, когда китайцы на все это дело посмотрели, они сказали, вы что, накурились там в своей Голландии? В общем, никаких мостиков, никаких террас. У нас тут меры безопасности, у нас тут вообще наши китайские стандарты. Поэтому книги мы просто нарисуем от греха подальше. Вот, как бы чего ни случилось. У нас тут все-таки не ваша Голландия, поэтому фантазии... Ну, картинка красивая мы оставим, но книги будут нарисованными. Кроме того, так получилось, что люди в эту библиотеку приходят для того, чтобы пофотографироваться. Несмотря на то, что открылась она уже, по-моему, лет пять назад, тем не менее, первые годы после открытия в эту библиотеку приходило до десяти тысяч человек только для того, чтобы сделать фотографии. То есть, людей не интересовали книги, их не интересовало чтение, познание мира, их интересовали классные фоточки для Инстаграма. Но, тем не менее, книг здесь все равно есть. Здесь достаточно большое хранилище, которое насчитывает более миллиона книг. И какие-то люди все-таки приходят сюда для того, чтобы почитать. Но большинство все равно приходит за фоточками, как, собственно, пришел сюда за фоточками и я. Но если с точки зрения архитектуры все выглядит очень эффектно, красиво и футуристично, то в деталях есть много проблем. То есть, как-то совершенно, на мой взгляд, неудобные, по-дурацки расположены все эти лестницы, которые из-за того, что их запроектировали так, что просто не видно, где, например, кончается край, все белое, все сливается, то пришлось все это заклеить наклейками из-за этого некрасиво. И, мне кажется, это, на самом деле, что проблема архитекторов. То есть, нужно проектировать так, чтобы не надо было клеить везде эти наклейки. А наклейки эти наклеены из-за того, что без них это все сливается в единую серую плоскость, просто не видно, как у тебя идут ступени. А вот этот, где шар с лекторием, который в самом центре расположен, там лектория на 100 человек. И тоже, видите, пришлось ставить забор сюда, видимо, чтобы народ к нему не подходил, там тоже не падал, какие-то дополнительные вот эти вот все ленточки и все остальное. И в этом плане, когда мы говорим про хорошую архитектуру, она должна работать без каких-то там добавок и всего остального. То есть, мне кажется, все эти проблемы, они должны были быть решены именно архитекторами на этапе проектирования. То есть, нужно было продумать, как сделать, чтобы ступени были видны, чтобы люди с них не падали, чтобы люди не спотыкались. С другой стороны, не очень понятно, какую именно часть здесь сделали. Голландцы, вполне возможно, что они сделали только концепцию, а дальше ее дорабатывали китайцы, как раз не подумав об этих деталях. Потому что на голландцев, на самом деле, не очень похоже, что они так наплевательски к деталям отнеслись. И мне все-таки кажется, у них проект на каком-то этапе забрали, и потом уже местные ребята его заканчивали. Получается, что с новыми архитектурными решениями у китайцев явные проблемы. Я сейчас нахожусь в аэропорте Шэньчжэнь, Шэньчжэнь-Бауань. Это один из главных и самых крупных аэропортов региона. Посмотрите на этот терминал. Он не просто крупный, он еще и красивый. На мой взгляд, вообще один из самых красивых аэропортов мира, потому что, если мы посмотрим сверху, он похож на какой-то такой самолет. Крыша перфорированная, очень сложная конструкция. Выглядит все невероятно красиво. Огромные вот эти вот пролеты. Интересный дизайн. Этот терминал построили 10 лет назад, открыли его в 2013 году. С тех пор, конечно, многое здесь повинялось не в лучшую сторону. Аэропорт обживается по-китайски. Появились непонятные леточки, горшки. Не всегда теперь много рекламы. Не всегда теперь может быть вот эта вот архитектура видна. Потому что раньше он был так чище. И выглядело все это гораздо эффектнее. Но, тем не менее, даже сейчас аэропорт выглядит очень круто. Кстати, еще раз обратите внимание на эту вот перфорированную конструкцию на крыше. Аэропорты говорят, есть какая-то фобия поязнь перфорированной вот этих пространств. И некоторые люди жалуются, что в этом аэропорту они испытывают дискомфорт. Если честно, я не представляю, как можно испытывать дискомфорт от какого потрясающего потолка. Возможно, действительно, какие-то особенности некоторых людей, кому это может не понравиться. Но аэропорт крутой. Сейчас посмотрим, как выглядит терминал вылета. Для пассажиров бизнес-класса оборудуют такие закуточки с ковром. Конечно, это вот к слову о дизайне. Потому что считается, что люди, которые летят экономом, у них все должно быть такое современное, футуристичное. Видите, лента багажа, выдача посадочных. В общем, все такое классное, стильное. А люди состоятельные, видимо, уважаемые. У них должно быть такое вот классическое кресло, красный ковер. И, видимо, современный дизайн для нищих. Богатый человек должен все-таки быть во дворце. Это на самом деле удивительно. Почему нельзя делать дорогой современный дизайн для пассажиров бизнес-класса? У них есть современные диваны, кресла, современные какие-то модные дизайнерские ковры. Почему эта зона должна выглядеть настолько, простите, колхозно? Здесь у них какие-то потрясающие совершенно, на мой взгляд, стилистически неуместные композиции. И как это часто бывает в Китае, современная архитектура, хорошая, качественная современная архитектура, она, к сожалению, иногда портится не очень хорошими деталями. О чем говорит, например, европейский подход? Если посмотреть на новые аэропорты скандинавские, то, что сделали в Осло или, я не знаю, если мы посмотрим на новые европейские аэропорты, там всегда большое внимание уделяется деталям. Каким-то элементам, узлам, разным мелочам. То есть от навигации до предметов интерьера, которые стоят. Там цветочные горшки и все, что может быть в аэропорту. В Китае архитекторы проектируют офигенное здание. Еще раз, здание очень крутое, мне прямо этот аэропорт нравится. Но потом во время эксплуатации выясняется, что архитекторы не все продумали, и продумывать из архитекторов начинает какой-нибудь завхоз. Ну давайте вот посмотрим. Здесь решили поставить какой-то заборчик и поставить какие-то цветы. Я думаю, вот эти вот цветы, они появились здесь потом. И архитекторы могли сделать здесь какую-то нормальную клумбу запроектировать, если бы знали, что есть потребность в этом. Они не сделали. Окей, урна тоже явно не отсюда, и урна могла бы быть моднее, скажем так. Или какие-то вот такие элементы. То есть кто-то притаранил сюда бак, оставил здесь этот бак, и он здесь вот весело стоит, бак, огнетушитель. Ну, наверное, какая-то временная история. Потом ее уберут, но тем не менее, она вот здесь так стоит. Мне кажется, это настоящее, офигеть, это настоящее растение. Очень круто. Да, то есть здесь даже живые растения. Это запроектировали архитектор. Опять же, мы сейчас не говорим о том, что, может быть, это не самая удобная форма, и сидеть на этой лавочке некомфортно, и я бы сделал что-то более эргономичное и приятное. Но тем не менее, вот так вот выглядят лавки-кумбы, которые сделали архитектор. Например, те же самые предупреждающие знаки, вот они взяли и налепили здесь везде. И, на мой взгляд, это портит аэропорт, и тем более, нет никакой необходимости дублировать эти таблички. Зачем их по два раза? Как вы уже поняли, Китай часто обращается к голландцам по вопросам архитектуры. Так дизайн офиса Центрального телевидения Китая подготовили голландец Рэм Колхас и архитектор немецкого происхождения Оли Шерен. Строили его к Олимпиаде 2008 года, но сдать не смогли, потому что там случился пожар. В итоге сдачу на несколько лет сдвинули. Здание интересно своей формой, его называют такие большие штаны, потому что, если видимо, здесь несколько, практически два небоскреба, опирающихся друг на друга. Получилась такая действительно необычная форма. Рэма Колхаса критиковали за это здание, потому что, ну, фактически это такая штаб-квартира китайской пропаганды, и он, голландский архитектор, начал работать с Китаем. На что Рэм Колхас говорил, что вообще это здание символизирует открытость, открытость нового Китая в миру, и такая прекрасная архитектура сделает китайскую цензуру, может быть, менее строгой, а Китай более открытым. Еще интересно, что Колхас про свое здание говорил, что подобная архитектура не могла бы быть придумана китайцами и не могла бы быть построена европейцами. То есть такую хрень может придумать только голландец, а построить это могут только китайцы. Я не знаю, как это на самом деле воспринимали китайцы, как комплимент или нет, но, тем не менее, это здание, безусловно, стало одним из символов Пекина. Если не получается придумать что-то оригинальное, китайцы вдохновляются идеями других стран. Это здание, которое я даже знаю, откуда китайцы украли идею. Это в Нью-Йорке есть остров, построены там тоже такие сваи, сваи-горшки в виде цветков. И что-то мне подсказывает, что китайские архитекторы в каком году это построили? Это открыли, наверное, в прошлом году. Я понял. А там две тысячи деревьев. Там строят еще, значит, на этом здании тысяча деревьев, а там будет две тысячи деревьев. Здание, на котором высадили тысячу деревьев. Прикольно, но, опять же, очень мне это на... Вот эти цикады, которые... Все стволы деревьев в цикадах, и они постоянно мешают наслаждаться потрясающей архитектурой. Такая архитектура вот. Пяти тысячи деревьев ребята высадили на здание. Получилось все такое зелененькое, но очень напоминает Нью-Йорк. В Китае есть еще одна проблема с архитектурой, которая портит вид здания как снаружи, так и изнутри. Это рекламные баннеры. Что это у нас такое красивое? Это главная пешеходная улица Шанхая. Торговые центры, бесконечные кафешки, какие-то машинки, паровозики, на которых катают народ. В общем, все, что нужно для туриста. Из-за большого количества рекламы архитектура не очень видна, но архитектура здесь, наверное, не самое главное. Главное здесь торговля. Это, конечно, очень забавно. Такая тишина, потому что все электрическое, и только иногда раздаются сигналы от этих мопедов. Да, китайцы, конечно, любят размещать рекламу. Обратите внимание, все стены, столбы в рекламе и даже турникеты. Даже турникеты и те в рекламе. Все какое-то розовое, веселое. Прямо хочется петь песни. Но это, кстати, не про барби. Это про каких-то местных розовых героев. Не продуман в Китае ландшафт улиц. Из-за того, что на дорогах и тротуарах неправильно размещены ливневки, вода часто скапливается в лужах, что мешает людям ходить по улицам. И даже на южном вокзале Пекина, откуда отправляются в Шанхае суперсовременные скоростные поезда, ребята не смогли сделать крышу без дырок. Поэтому что, на платформах коврики. Крыша такая красивая, какое-то оригинальное решение. Возможно, даже архитектор был, возможно, даже ему заплатили за это денег. Но сделать крышу так, чтобы она не протекала, не смогли. А вот если нет специальной машины, то выходит женщина со шваброй и борется с лужами проверенным способом. Что-то я только помыла, хватит топтать мой пешеходный переход, идиот. Давай, проходи уже. А вот обратите, как защищают от подтопления метро. Тут во время дождя разворачивают специальные барьеры, поселили коврик, и тут люди снимают дождевики и убирают зонты в пакеты. Очень скользко, но сотрудники метрополитена положили коврики. Вот еще одно странное решение, вход на станцию, видите, тоже поставили противодождевой барьер. При том, что тут лестница, и дождь, по идее, не должен никак. Это прямо может быть совсем какое-то наводнение, чтобы дождь смог затопить эту станцию. Видимо, это делается, если будет ветер, и ветер будет задувать какие-то капли дождя, чтобы защититься от них. Не знаю, но мне кажется, тоже довольно глупо, потому что хорошо, если будет ветер, то каплям дождя этот маленький барьер внизу никак не помешает. Но он создает кучу неудобств пассажирам, особенно иностранцам, которые не привыкли к таким барьерам. Китайцы-то они привыкли, а вот иностранцы так спотыкаются. В этом плане в России проблема, как вы знаете, решается гораздо проще. У нас перед входом на станции просто есть такой специальный поддон, защищенный решеткой, который служит как раз для сбора воды, всякой слякости зимой и прочего говна. Поэтому, если какие-то жидкости попадают, они при входе сразу собирают. Почему так не делают в Китае, непонятно. Хотя, казалось бы, метро у нас и у них проектировали во время каких-то братских отношений, можно было обменяться опытом. Куда не посмотришь, или крыш течет, или все что-то затапливает, или какие-то лужи. Китайские города и даже столица Пекин не очень-то приспособлены для дождей. Вначале я удивлялся, почему в торговых центрах и на многих станциях метро, почему у них везде эти мешки с песком. Неужели так сейчас какие-то бывают аномальные наводнения? Но на самом деле даже небольшой дождь способен вызвать локальные коллапсы. Вдоль дороги вода скапливается в такие довольно глубокие лужи. Из-за того, что неправильно сделана разуклонка, вот там вот есть решетка ливневки, но вода в другую сторону уходит и скапливается вот здесь. Разуклонку не делал вообще никто, и люди явно не думали, что вода должна будет как-то куда-то уходить. Это грустно. Видите, велосипедисты объезжают лужи буквально по самой левой полосе, потому что лужи здесь огромные. Мне казалось, что китайцы-то должны как-то были с этим справиться. Уборка улиц идет даже во время дождя. Народ топает по затопленной пешеходной улице, хотя ливневочка вот буквально рядом. Во-первых, она не справляется, во-вторых, забыли сделать опять же уклон, чтобы вода туда шла. А это, можно сказать, одна из главных пешеходных улиц здесь в Пекине, прямо рядом с центром, рядом с площадью. Ну и вот стандартная история. Женщина Швабры защищает торговый центр от воды. Хотя, опять же, почему при проектировании благоустройства было сразу не проработать этот вопрос, чтобы перед ходом не было луж? Не продумали даже водосточные трубы элементарные, поэтому с козырька этого модного комплекса и вода просто плюется в ведра. Ну то есть, друзья, как вы понимаете, эта ситуация не уникальна, например, для каких-то, можно сказать, вот городские власти, там работают дураки, но частный бизнес-то должен думать. Как видно, и частный бизнес не особо думает, поэтому вот это вот долбоклюйство, оно встречается и в государственных каких-то постройках, и в частных, и в дорогих, и в дешевых. Зато можно бесконечно перекладывать плиточку, видите, лежит свежая плиточка. Посмотрим на дороги, да, все затоплено. Иди, дорогой пешеход, я не знаю как. Видимо, надо прыгать по этим лужам. Сейчас я вот, оп, вот так вот. В некоторых районах прямо ностальгия хватает тебя за сердечко. Обратите внимание, пятиэтажечки. Да, не совсем такие, как у нас, но цветовая гамма похожа, тополя рядом похожи. Профиль улиц тоже практически наш. Родненькие липы, тополя и пятиэтажки. И затопленные переходы. Джентльменский набор любого советского. А я промочил ноги. Я два часа ходил и думал, не промочу ноги, но не вышло. Промочил, так что буду ходить уже с мокрыми ногами и не бояться луж. Справляться с лужами китайцам помогают специальные машинки. Это специальная машина, которая убирает лужи. Пылесос, водоотсос, который, смотри, сейчас проедет и высосет в ту лужу. И лужи не останется. Но вообще работы этой машинки много, потому что асфальт уложили не очень ровно, а над водоотводом никто не подумал. Кстати, в Китае часто можно увидеть и другие небольшие машинки. Так по улицам Пекина ездят роботы-ларьки и продают воду и закуски. Какая-то пекарня. Интересно, она остановится? Да, остановилась. А, ничего себе, она продает булочки, продает круассаны. Так, ну-ка, я хочу попробовать купить. Мне предлагается купить сейчас что-нибудь самое дешевое, просто купим ради прикола. Подтвердить оплату лицом, подтвердил. Открывай. Да ладно, и теперь берешь свой круассан. Вот этот. Офигенная тема. Все, они горячие, это горячие, это свежий круассан. Все машинка, давай, езжай дальше. За 16 юаней можно купить круассан. Сканируешь QR-код, машинка открывается и продает круассан. Что интересно, внутри там тепло у нее в кузове, и она роботизированно ездит по разным улицам и продает круассаны. Что я купил-то? Круассан свежий. И не вкусный. Китай умеет готовить пельмешки, а не круассаны. А тут еще есть две машинки, видимо от каких-то других заведений. Невероятно, будущее наступило, по крайней мере в Китае. Кстати, прикольно, эти роботизированные ларьки есть не только на улицах, но и, например, в метро на одной станции. Видите, стоит ларек в KFC. И можно у этого робота купить себе в дорогу курочку и портить настроение другим пассажирам в час пик, открыв пакетик с ароматными крыльями. В некоторых отелях Китая есть роботы-курьеры, которые доставляют заказы прямо к вашему номеру. Посмотрите, вот паркуется робот. Это робот-доставщик еды. Как это работает? Вы себе заказываете у курьера какую-нибудь еду, не знаю, какую-нибудь лапшичку или пельмешки. Курьер приходит. И, видите, тут есть такая вот доставка. Здесь надо ввести код. В общем, курьер приходит и кладёт в одну из ячейк ваш заказ. Дальше этот робот приезжает к вам на этаж, подъезжает к вам к номеру, вам звонят. И дальше вы вводите на экране код, который у вас есть, и забираете свою еду. Потрясающе! Будущее наступило, оно уже здесь, в Китае. Но чаще всего в Китае доставкой занимаются люди. Они рассекают по городу на своих скутерах, спеша вовремя привезти посылку. А вот в обычном жилом дворе стоят такие вот постаматы, где курьеры оставляют ваши посылочки. И здесь, наверное, самое время поговорить о службах доставки, о том, как всё это устроено в Китае. Знаете, некоторые ребята, которые релакцировались после начала войны из России, они очень тосковали по сервисам доставки, которые были в России. Мол, в России ты мог заказать себе какую-нибудь еду, и тебе курьер приносил это через 20-30 минут, через час можно было заказать одежду из магазина. И чуть ли не круглосуточно курьер это доставлял с каким-то понятным интервалом. А в Европе это вообще немыслимо зачастую. Доставки каких-то более крупных вещей приходится ждать неделями, непонятно, как доставят. И вообще ужасный сервис, многие жаловались. Я не могу себе представить, какие страдания испытывал бы китаец, если бы он релакцировался. Потому что в Китае это всё в 10 раз масштабнее, чем в России. Здесь на доставку работает вообще буквально всё. Любые кафе, рестораны, курьер это, наверное, главный человек в городе. Столько курьеров нет ни в одной стране мира. Они есть на своих этих электросамокатах, и они доставляют буквально всё. То есть начиная от алкоголя круглосуточно, который вам привезут, и заканчивая просто стаканчик кофе. Куда бы вы ни пришли, обязательно будут либо такие вот как постаматы для доставки. Если курьер сюда кладёт ваш заказ, вы потом по коду его открываете или через приложение. Либо, если это, например, там отель, офисный центр, то есть специальные столы, куда курьеры складывают все эти бесконечные пакеты. Либо, если это какое-то здание побогаче, то там есть специальные столы, специальные комнаты. Этих постаматов может быть десятки. Потому что на доставку здесь работает буквально всё. Рынок этой онлайн-торговли с доставкой невероятно вырос, особенно после ковида. И если мы возвращаемся к китайским блогерам, они не просто так рекламируют товары и всё остальное. Потому что совершенно стандартное поведение, например, для китайца, который смотрит ролик, видит, например, меня в этом ролике, видит эту футболку, кликает просто на эту футболку и через полчаса-час эту футболку ему уже доставляют. Очень удобно и, опять же, мне кажется, Китай сегодня в плане каких-то доставок номер один в мире. Я жду, когда ребята заменят курьеров на каких-то роботов, дронов, я не знаю. И тогда будет прямо совсем будущее, когда эти тысячи роботов-дронов будут ездить с заказиками и развозить их по клиентам. Специальный выход из торгового центра. В торговом центре много каких-то ресторанчиков и всего остального. И чтобы курьеры толпами не ходили по торговому центру, тут есть такие специальные автоматы, куда приходят сотрудники ресторана, распределяют готовые заказы по этим ячейкам, а далее сюда уже приходят курьеры и забирают. И здесь вот видно, что курьеры сидят и ждут, когда в их ячейку вынесут заказ. Я, конечно, не могу не понелиться своим возмущением, когда по тротуарам носятся вот эти вот бесконечные доставщики на электроскутерах. Вот у чувака, видите, там пакетики, он доставляет. И, естественно, он сюда приехал по тротуару. И он не просто едет по тротуару, он еще сигналит, разгоняя пешеходов. В общем, друзья, пока я совсем не понимаю, что здесь происходит с дорожным движением. Я стою на переходе, но не с людьми, а с этими электромобедами. Хотя мы на тротуаре, что здесь делают, непонятно. Им красный свет не писан, и они на красный спокойно тоже едут, не замечая, что здесь зебры и идут люди. Ну и не надо забывать, что вот эти вот электрические скутеры, они бесшумны. То есть он подкрадывается вообще незаметно, и только когда он начинает тебе сигналить, отскакивает, чтобы его пропустить. Вот так вот в Пекине организовано движение, мотовелодорожки вынесены. И во многих местах, особенно вдоль крупных дорог, они отделены от проезжей части. О пешеходах особо не заботиться. То есть если ты пешеход, будь добр, взбирайся наверх. Кстати, по этим переходам носятся в том числе и мотоциклы. Для них в центре, видите, сделаны такие специальные пандусы. И вот они так мастерски переезжают дорогу. Ну, кстати, если кому-то не нравится надземный переход, он есть подземный. Все, как видно, в лучших советских традициях. Почему эти ребята на электромопедах своих нарушают правила? Почему они ездят по тротуарам? Почему они так себя отвратительно ведут и не соблюдают правила дорожного движения? Никакого спасения от них нет. Это может быть связано с тем, что если они будут следовать правилам, то могут выполнять меньше заказов и зарабатывать меньше. Они ищут самые короткие пути, чтобы экономить время. Выполнять больше заказов и зарабатывать больше денег. Не успел я возмутиться скутерами на пешеходных переходах, как сам оказался тем самым нарушителем. Обратите внимание, что я сейчас еду на велосипеде по тротуару, распугивая пешеход. И не потому, что я какой-то мудак, который решил на своем велосипеде ехать по тротуару, а потому, что только что меня остановила шанхайская полиция и оштрафовала на 50 юаней за то, что я посмел ехать по обочине. Они мне говорят, ты вообще не в курсе, что на велосипеде нельзя ездить по дорогам? А я ехал, то есть здесь просто дорога, я аккуратно ехал по обочине, ну как бы я это делал, не знаю, в Европе где-то, в Америке. Ну, потому что нельзя на велосипеде по тротуару ехать распугивать пешеходов. Они говорят, у нас на велосипеде надо ехать по тротуару. Вот как тут ехать на велосипеде по тротуару, когда еще машины на тротуаре стоят? Вот, то есть, видите, надо так вот объезжать машинки, объезжать людей. В общем, весело. Такая здесь велодорожка, шириной метров 10, наверное, и какой-то нескончаемый поток велосипедистов. И опять же, обратите внимание, что практически все велосипедисты это прокатные. Желтые, голубенькие, зеленые, это основные прокатные велосипеды. Прямо такой серьезный поток. Вечером народ выехал на велосипедах. Велосипедистов как час пик где-нибудь в Копенгагене. И вот специально человек открывает забор, зеленый, и все поехали, чтобы был порядок. Вышел какой-то чувак с палкой и начал командовать. Так, я все время забываю, что нельзя бухтеть и критиковать ничего. Мы же в Китае. Сколько всего хочется сказать про этот велосипед, на котором я еду, я бы назвал его недоразумение. Но у меня все-таки есть чувство, что если я буду дальше бухтеть, визу китайскую больше не дадут. Поэтому будем радоваться. Хоть я и пообещал больше ничего не критиковать, обзор на прокатные велики все же запишу. Потому что сил нет терпеть. Всем хороши прокатные велосипеды, кроме размера. Размер их такой, что у тебя колени выше руля. Когда ты едешь на максимально поднятом сиденье все равно ехать некомфортно. Они очень маленькие и по всему виду такие прямо детские. Велодорожка есть, но иногда вот по велодорожке может ехать такой чувак. Молодец, именно тебя нам здесь на велодорожке не хватало. Посмотреть, сколько припарковано электроскутеров. И это еще немного, бывает и побольше. Гигантские площади ими завалены. А учитывая, что пришло скутеров одинаковые, ну здесь не так много вариаций. Иногда мне сложно представить, как они находят свой. Иногда, когда едят велодорожки, приходится ехать по тротуару, начинаешь задумываться. А что с тобой будет, если тебя собьют? Так вот, в Китае с этим проблемы. Как бы странно это ни звучало, но если вас собьют на дороге и вы еще будете живы, с точки зрения автомобилиста выгоднее, ну если мы отбросим мораль, выгоднее вас пару раз переехать, чтобы прикончить. Потому что если вас собьют насмерть, то автомобилист отсидит там 3-4 года, выйдет и все окей. А вот если вы после ДТП просто травмируетесь, не дай бог еще останетесь инвалидом, то много-много лет придется вам выплачивать различные компенсации. Очень дорого кого-то сбивать на дороге. Я не знаю, относится ли это к иностранцам. Может быть, иностранцев и недорого сбивать. Но вот китайцев лучше не сбивать. Как вы поняли, велосипед не очень удобное средство передвижения в Китае. Чаще всего люди тут перемещаются на скутерах. Вот здесь можно посмотреть на трафик в Гуанчжоу и количество велосипедов, количество мопедов. Велосипеды, если есть, то только прокатные. Я вот еще вообще не видел никого на своем велосипеде накупленном. То есть велосипед, только если прокатные, в основном все есть на электромопедах. Они ездят бесшумно, туда-сюда. Ой-ой-ой! Только я сказал, что никого не видел на своем велосипеде, как едет чувак на своем велосипеде. Вот так вот. Не надо спешить с выводами, друзья. Вот этот замечательный китаец на своем велосипеде учит нас этой мудрости. Вот еще один тоже на своем велосипеде. На самом деле это редкость. Все тротуары, особенно около каких-то станций метро, запаркованы бесконечными скутерами. Я правильно понимаю, что здесь, как и в Пекине, запрещены скутеры неэлектрические? Да? Ну в смысле не запрещены, но нужен нормальный номер бензиновый. Номер шанкайский стоит сейчас 300 тысяч юаней на мотоцикл. Что значит номер? Ну то есть именно номер на мотоцикл, чтобы ты официально мог ездить по дороге на бензиновом мотоцикле, 300 тысяч юаней. А на электрический? На электрический до кого-то нет. Это фигня. То есть они продаются уже с номерами. 5 тысяч юаней, у тебя и электроскутер. В том-то и дело, почему все на электроскутерах. Мотоцикл не позволишь себе. То есть номер дороже мотоцикла. Ну если уж прямо ходишь на каком-нибудь Харлее тут рассекать, ты покупаешь себе номер и ездишь? Да. Ну номер 300 тысяч. Зато это идеальная страна для меня. Когда что-нибудь записываешь, никто не будет с ревом мимо проноситься. Как в некоторых других местах. Так же китайцы ездят на метро. Так, заходим. Вторая линия. То, что надо. Это вам, конечно, не Япония. Римоданчик тащим. Вот так. Вот я люблю дизайнеров, да? Поручень. Чтобы было удобно. А вот, кстати, удобно, обратите внимание, туалеты прямо на станции. На платформе. Если долго ждешь поезд, можно зайти в туалет. Конечно, туалетами в метро сейчас не удивишь. В Японии они вообще на каждой станции, но обычно они наверху. Где турникеты. А здесь прямо на платформе сделали. Вот есть, кстати, такие необычные станции, современные. То есть не везде типовые проекты, где-то делают что-то красивое. Посмотрим, сохранилась ли эта красота внизу на платформе. Потрепали нервы, конечно, охранники. В общем, нигде в красивых местах нельзя снимать со штатива. Видимо, нужно получать какие-то дополнительные разрешения, еще что-то. Я не очень разобрался, но отовсюду меня прогнали. Вот так выглядит табло прихода поезда. Показано, во-первых, время до следующего поезда. И что интересно, видите, у них показано время до следующего и еще дальше до двух поездов. То есть через 6 минут, через 14 и через 22 поезд придет. Также показана загрузка вагонов. Вот видно, где много людей, где мало. Опять же, можно выбрать вагон посвободнее. Ну и другая дополнительная информация. Например, то, что первый поезд приходит в 6 утра, а последний отправляется в 11 вечера. Здесь подвесной потолок имитирует кроны деревьев. И даже есть специальные светильники. Обратите внимание, светильники, которые тоже имитируют свет, проходящий сквозь кроны деревьев. А вот так выглядят вендинговые аппараты в метро. Есть аппараты классические, такие японские, где продаются различные напитки. Этим уже никого не удивишь. А это современные аппараты с таким вот тачскрином, где можно себе купить какую-то водичку. Платим Alipay или WeChat платежная система и получаем свою водичку. Кстати, забавная местная особенность. Китайцы совершенно не обращают внимания, когда ты их снимаешь. Они не смотрят в камеру, не машут ручкой, как это иногда происходит в Корее. Они не возмущаются, как это в некоторых странах происходит, не отворачиваются. Они просто не обращают на камеру внимания. Всему виной большое количество камер здесь. Люди с детства привыкают к тому, что их постоянно, круглосуточно и везде снимают. Удивительная штука, первый раз такое вижу. Поезд разделен на две зоны и с 1 по 8 вагон попрохладнее. Видите, там кондиционер сильнее работает. А если вы мерзнете, то идите в хвост, с 9 по 16 вагон будет потеплее. В общем, придется тестировать и переходить из одного вагона в другой. И, значит, здесь прямо на двери уже указано, что здесь будет холодно. Cold. Сейчас проверим. Оу, действительно холодно? На самом деле нет. Мы по знакам знаем, что здесь cold. Вот здесь даже в вагоне. Попробуем пройти дальше. О, а здесь уже должно быть не так жарко. Точнее, не так холодно. Ну да, но потеплее. А здесь попрохладнее. Кирилл немного жалуется, что вагоны не подходят под его рост. И здесь можно посмотреть на главные ошибки, которые совершают пассажиры пекинского метрополитена. Они стоят близко к платформе, они торопятся и пытаются забежать в уходящий поезд. И они сидят в развалочку. Очень неприлично. Делать так не надо. Ведите себя цивилизованно, друзья. Реклама, 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 реклама. Реклама на стенах. Реклама на заборе. Рекламные конструкции еще здесь построили такие. Ну а чего пропадать поверхностью. И реклама на эскалаторе. Мне кажется, директу пекинского метрополитена нужно как-то умерить свои рекламные желания. Что-то он перебарщивает. Смотри, какая-то недоработка. Здесь можно было разместить кучу рекламы. Для поездок на дальние расстояния китайцы выбирают поезда. И это неудивительно с такими современными поездами и зонами ожидания на вокзалах. Шанхайский вокзал. Есть ли что-то более многолюдное и запутанное в мире? Гигантские холлы, тысячи людей. И что самое удивительное, все знают, куда идут. В общем, если вы не любите людей, то здесь вам будет сложно. Это очередь на такси. Ленточка, все организовано. Народ стоит. В целом довольно быстро очередь двигается. Интересно, что среди этих толп людей даже какие-то машинки ездят. Вы наверняка видели, в аэропортах и на вокзалах ставят массажные кресла. Платишь какую-то денежку и тебе 10 минут массажируют кресло. Обычно стоит одно, два, но максимум три кресла. Давайте посмотрим, как это выглядит в Китае. Эти кресел сотни. Я не знаю, сколько людей здесь может одновременно массажироваться. Они не то, чтобы пользовались каким-то большим успехом. Есть кресла такие вот попроще. Все так же сканируешь либо V-Pay, либо Alipay, либо WeChat, либо Alipay и начинается массажик. Есть кресла посложнее, которые ножку тебе промассируют и все остальное. Здесь реально стоит несколько сотен массажных кресел в зале ожидания. Все, чтобы люди с комфортом ждали свой поезд. Китайские поезда это отдельное чудо. Ну, казалось бы, такие поезда мы много не видели. И в Европе кое-где есть, и в Японии есть. Но только ни в Европе, ни в Японии. Вы никогда не приедете на вокзал и не увидите 20 поездов в ряд, которые стоят и которые отправляются буквально каждые пять минут. Давайте посмотрим, как выглядит поезд. Он какой-то фантастический, футуристичный, ни на что не похожий. Кстати, единственная проблема, что ребята здесь курят. При этом курят на платформах, курят в здании вокзала. Курить могут в торговом комплексе. Насчет курения никто особо не парится. Ехать всего полчаса. Мы едем сейчас из Пекина в Тиндзинь. И билеты обычные стоят где-то 7 долларов, 7-8 долларов. Билеты в первый класс, по-русски бизнес-класс, стоят где-то 20 долларов. А мы купили билеты за 30 долларов. И это специальный вагон бизнес-класса. Здесь всего пять мест. То есть одно такое двойное есть. И вообще это очень страта. То есть это какой-то очень маленький первый класс. Здесь бизнес называется. Похоже, к нему прилагается такое сопровождение. Вот так вот выглядит кресло, которое раскладывается в кровать. Вот есть такое двойное кресло, такой диван. Видимо, если вы едете парой. И есть еще какое-то микрокресло. Человек 2,30 ростом, если на каблуках. Просто, чтобы вы понимали, это не потому что у меня какие-то появились барские замашки или шальные деньги лишние. А просто с таким ростом, как у Кирилла, невозможно ехать в эконом-классе. Кстати, что интересно, у них на поездах клеят рекламу. Например, здесь рекламируют какой-то, видимо, алкогольный напиток. В других странах я прямо на поездах на самом деле не встречал рекламы. Рекламу на трамваях и автобусах мы видели, а вот рекламы на скоростных поездах нет. А вот так выглядит в новых поездах вагон с кабинками. Вот так вот выглядит салон первого класса, как в самолете. Полушечка, тапочки, столик, красота и раскладывается карават. А вот так вот выглядит, кстати, бизнес-класс в старых поездах. А если в новых поездах бизнес-класс, они имеют такие отдельные кабинки, то в старых поездах это такие вот просто кресла, которые стоят на большом расстоянии друг от друга, похожие на первый класс в Сапсане. Что же касается автомобилей, сейчас Китай сосредоточился на производстве электрокаров. Я уже рассказывал вам об этом в предыдущем ролике про Китай. Посмотрите, если еще не успели. А это вот такой красивый у нас. Ничего себе. Смотри, как он будет открываться. Давай. Так, ну что? Это типа Tesla M, да? Слушай, ну это выше. Это стоит где-то 500-600 тысяч юаней. А Tesla здесь стоит, ну, Tesla M, наверное, 400. Ну, Tesla дешевле. Вот это дороже машины. Первый раз вижу, что в машине, помимо водички, есть еще пакетики, если вас укачало. В бизнес-классе люди блюют в специальные пакетики, а в экономии себе под ноги. Или в окно. Или в окно. Вот они, конфетки и орешки. А, фрукты. Слушай, ну-ка, фрукты. Слушай, вот тут у нас есть фрукты и это лежат. Я думаю, можно заранее заходить. Слушай, потрясающе. А парковка вообще платная? Платная, конечно. Здесь в центре очень сложно припарковаться. Вот исторический центр здесь, ну, где. Если встанешь, где оно все равно будет дорого. 30 юаней за час, 300 рублей. Ой, сразу написано, что машин много, а ждать не надо. Удобно на панели. То есть это же интерактивная навигация. И тут сразу пишут, что, как и куда. Отлично. Здесь какая-то еще модная зона ожидания такси. Это не просто посадка на такси. Это тут целый такси-терминал. Значит, есть различные эти гейты. Начинают, говорят, что работает второй. Мы заходим во второй гейт. Видимо, когда много людей, все эти гейты. А здесь зона ожидания. То есть тут ты сидишь. Правда, сидишь ты на жаре, потому что кондиционеры здесь уже не работают. И вот посадка в такси. Потрясающе. Прямо космос. И на землю возвращает только этот охранник сидящий. Да, машин действительно много и очередей нет. И все машины пока одинаковые BYD и электрические. Зеленые номера, все такси электрические. Обратите внимание, очень прикольно. В навигации показано, сколько секунд будет гореть красный или зеленый сигнал светофора. Вот загорелся зеленый и мы поехали. И видно, что он будет гореть 100, еще 100 секунд. То есть больше, чем полторы минуты. То есть если ты едешь, ты можешь примерно понимать, успеваешь. Какой скорости тебе нужно двигаться. Реально, кажется, светофор показан. Офигеть. Благоустройство для китайцев тоже очень важно. Особенно в районах, где живут обеспеченные люди. Китайцы при покупке квартиры смотрят не только на само здание, но и на ландшафт вокруг него. Им важно, чтобы во дворе было много зелени и обязательно хоть один прудик. А теперь давайте прогуляемся по территории типичного китайского жилого комплекса. Посмотрим, как он выглядит и чем это все отличается от наших жилых комплексов. Главное отличие это благоустройство. Как я уже сказал, в Китае очень много внимания уделяют благоустройству, озеленению. Здесь обязательно будет много деревьев, при этом деревья сразу высаживают взрослые. Здесь обязательно будут пруды с рыбками, будут какие-то беседки, дорожки. То есть, по сути, внутри каждого вот этого большого жилого комплекса разбивают настоящий такой парк. То есть, когда ты здесь ходишь, если бы я вам просто показывал всю эту территорию, вы бы сказали, Лена, ты гуляешь просто по какому-то такому, ну, хорошему парку. С какими-то беседками, дорожками, разными зонами и с большим количеством зелени. Это все действительно похоже на парк. Почему так происходит? Потому что китайским застройщикам важно продать квартиры, как и везде. И у китайцев требования немножко повыше, чем у нашего брата. То есть, если в России человек готов покупать просто любую херню, да еще на этапе котлована, и просто верить обещаниям застройщика, то в Китае рынок уже более такой, можно сказать, взрослый. Люди внимательно относятся к тому, что им продают. Например, купить квартиру в доме, где нет благоустройства, или где вместо благоустройства просто засыпали землю, попотнули какие-то ветки, и говорят, ну, вы подождите, там через 20 лет что-то вырастет. Ну, в Китае это невозможно себе представить, чтобы человек деньги за это заплатил. В Китае важно, как ты будешь выглядеть в глазах других, когда ты будешь приглашать людей в гости, когда ты будешь своих партнеров, друзей приглашать в гости. Ты что, ты должен похвастаться? Ты должен похвастаться своим садом, который у тебя есть, должен похвастаться какими-то золотыми рыбками, которые у тебя плавают и так далее. Понятно, что если ты купил квартиру в доме без благоустройства, тебя просто засмеют, никуда не годится. Как вы понимаете, мы находимся в Китае, а в Китае важны принципы фэншуй. Например, ориентация домов. Если мы с вами посмотрим на карту Пекина или любого другого китайского города, то мы с вами увидим, что большинство домов ориентированы длинной стороной на юг. Почему это делается? Потому что квартира должна окнами выходить четко на юг. Любой застройщик старается при планировании расположения домов на участке, он старается сделать так, чтобы как можно больше квартир выходили окнами на юг, потому что эти квартиры опять же будут дороже. Даже если дом немножечко там буквально на 15 градусов сбит, то опять же квартиры там будут дешевле. Потому что китаец, когда будет выбирать себе квартиру, он в первую очередь будет рассматривать те дома, которые соответствуют принципам фэншуй. В целом, если мы с вами говорим про массовое жилое строительство сегодня в Китае, то это такая азиатская модель. Она не только в Китае встречается, но и в других странах. Что это такое? Это такие гигантские суперкварталы. Внутри этих кварталов это закрытая территория. Попасть туда можно только если там живешь или тебя кто-то пригласил. При этом довольно-таки строгие правила. Внутри мы обычно видим большое количество одинаковых домов. Их может быть там 10, 15, 20, 30. Все это стоит внутри вот этого сада большого, который там понаделан. Опять же, фэншуй предписывает, чтобы у вас и рыбки были, и прудики, и еще куча всяких заморочек. Не будем сейчас в них вдаваться. И вот такие вот суперкварталы. Они один, другой, третий, четвертый, сотый и так далее. Их огромное количество. Когда ты находишься здесь внизу, ты на самом деле из-за большого количества зелени ты не чувствуешь масштаба вот этих вот муравейников. Потому что дома практически не видны. Но когда ты смотришь на спутниковые снимки китайских городов, особенно на окраины Шанхая, ты с ужасом понимаешь, что вот посмотрите, ты смотришь вот эти вот, как какие-то микросхемки, как какая-то компьютерная игра. И каждый такой суперквартал — это какой-то вот жилой комплекс, который строит один застройщик. Что еще интересно, что меня поразило в свое время в Китае, так это то, что когда китайцы сдают свои жилые дома и сдают новые районы, они делают хорошее благоустройство не только внутри жилого комплекса, они делают озеленение, хорошее благоустройство во всем районе. То есть вдоль улиц, вдоль тротуаров, вдоль дорог везде высаживают взрослые деревья. Это просто какая-то фантастика, когда ты приезжаешь в новый китайский район, у тебя нет, опять же, ощущения, что это район новый. Потому что там повсюду, вот так же, как здесь во дворе, повсюду взрослые деревья. И тебе кажется, что этому району уже десятки лет. Потому что в России такое представить, я не знаю, у нас взрослые деревья, по-моему, единственный раз высаживали на Тверской. Там были 15-25-летние эти липы из Германии заказали. И это Москва с гигантскими бюджетами, со всеми этими историями. Но в регионах или еще где-то, особенно в новых районах, на окраинах, в лучшем случае денег нет. Как мы знаем, у нас все деньги на ракеты уходят. Поэтому воткнут какую-нибудь там палку, посох Деда Мороза, в надежде на то, что из него что-то вырасти. Относительно формата жилья, относительно всех этих высоток, я не могу сказать, что мне это нравится, азиатский подход. Потому что он имеет место быть. Это не такой ужас, который происходит в России. Это все-таки более такая гуманная среда. Да, это муравейник класса люкс, особенно по нашим меркам. Это очень дорогой муравейник, но все равно это муравейник. А мне муравейники не близки моему европейскому сердцу. Что еще интересно, обратите внимание, что внутри, где есть там садовники, где вот они сделали какое-то благоустройство, никто деревья не белит. То есть деревья не побелены. Еще, конечно, когда ты все смотришь, если смотреть на детали, то с деталями здесь все грустно. Например, вот так вот выглядят мусорные контейнеры. Да, тут есть какой-то намек на раздельный сбор мусора, но давайте честно, китайцы там не очень соблюдают. То есть обратите внимание на все вот это благоустройство. Ничего из этого здесь не было. То есть это 10 лет назад, когда сдавали этот комплекс, то все эти деревья были здесь высажены. И посмотрите на возраст этих деревьев, на их количество, на их разнообразие. То есть китайцы, если делают двор, то это будет такой прям очень зеленый двор, очень зеленые улицы. И вообще в плане благоустройства тут все круто. Ну и, конечно, во дворе нет никаких машин, потому что все машины на подземной парковке. Невозможно себе представить какой-то дорогой жилой комплекс, где бы к подъездам подъезжали машины. А вот так вот выглядит главная детская площадка. Без детей, несмотря на то, что суббота, дети в Китае на детских площадках не играют, они учатся. Поэтому, как видно, над детскими площадками здесь не заморачиваются, делают какую-то примитивную ерунду. Ну и еще вопрос, который может возникнуть, а сколько стоит обслуживание всего этого добра? Потому что такой сад, ну, кажется, посмотрите, у-у-у-у, наверное, стоит каких-то бешеных денег. Нет, друзья, я вот спросил, сколько здесь платят? Платят доллар в месяц за квадратный метр. То есть, если у вас квартира 100 квадратных метров, вы платите в месяц 100 долларов именно за вот этот весь сад, за благоустройство, всю эту красоту. Что по китайским меркам, на самом деле, недорого. Потому что зарплаты и средние зарплаты в Китае выше, чем в России. Может быть, да, вы не знали. Может быть, вы думаете, что Китай до сих пор это вот ложка риса, и вам здесь все за это сделают. Нет, нет. Например, в том же самом Пекине зарплаты людей, которые вот после института идут на свою первую работу, начинаются уже от 1200-1300 долларов. На меньшую сумму найти кого-то очень сложно. В России, по-моему, если опять же берем Москву, сравнивать с столицей, студенты идут на 800-700, а некоторые на 500 долларов. То есть даже начальные зарплаты в Китае раза в два побольше, повыше. Поэтому уровень жизни здесь выше, и платить доллар за квадратный метр в месяц за благоустройство не так уж и много. Единственное, нужно учитывать, что здесь немножко интересно не как у нас считают метраж квартиры. Если у нас считают площадь непосредственно там жилую, там плюс есть какие-то коэффициенты, например, на балкон или на лоджию, то в Китае в площадь квартиры включают и общий коридор, и даже лифт, и все остальное без каких-либо коэффициентов. Поэтому если у вас квартира по документам 200 метров, то в реальности она будет где-нибудь там 160. Это тоже надо учитывать, а платите вы как за 200. Ну и еще такой момент, это то, что касается качества обслуживания, потому что ты думаешь, что ты приехал в какой-то там, не знаю, хороший жилой комплекс, а на самом деле все такое очень, скажем так, уставшее. Такие вот какие-то грязные двери, как-то все как-то побито. Смотрите, подсюда какие-то вот эти вот потеки, как будто идешь на какую-то подземную парковку. Но это нет, это подъезд. Подъезд, квартиры уже. Вот так вот это выглядит. И еще один интересный момент, друзья, в Китае, как возможно слышали, есть несчастливые числа. Да, это все, что связано с 4, 4, 14, 24. Также число 13 в опале, поэтому при нумерации этажей в домах эти числа пропускают. Потому что, опять же, никто не купит там квартиру. Понятно, что это происходит не во всех домах и зданиях. Но, опять же, если вы застройщик и вы хотите продать квартиры выгодно, то вы не будете делать нумерацию этажей, которая будет отпугивать потенциальных клиентов. Кстати, обратите внимание, что в Китае такая довольно маленькая кухня, потому что на кухне здесь особо не готовят. Готовят либо там прислуга, либо просто что-то разогревается. Но кухня точно не должна быть частью гостиной, как это принято сейчас в Европе. Потому что в Европе кухня-гостиная обычно объединяется. И у нас сейчас стали так делать. А в Китае это даже в больших дорогих квартирах. Кухня, это все равно какое-то маленькое изолированное помещение, которое можно закрыть, отгородить, чтобы всякие кастрюльки ни в коем случае не были видны и не портили обедающим людям настроение. Поэтому при огромной квартире мы все равно видим такую гостину. Купил хорошую квартиру, можно и жениться. Кстати, в Китае к супружеству относятся серьезно. Тут довольно поздний средний возраст вступления в брак — 29 лет. В то время как у нас в стране в среднем женится в 24 года. Более того, браки совсем юных людей не поощряются. По китайскому законодательству брачный возраст для мужчин с 22, а для женщин с 20 лет. Считается, что до брака нужно сначала чего-то добиться. Например, купить квартиру, машину и найти стабильную работу. Друзья, вы точно слышали в свой или чей-то еще адрес фразы вроде «когда уже замуж» или «когда женишься». В России пожилые родственники очень любят подкалкивать молодых людей к браку. В Китае дела обстоят еще хуже. Здесь считается крайним несчастьем умереть, не имея жены или мужа. А потому заботливые родители делают все, чтобы их чада нашли себе законную пару. Даже торгуют ими на рынке невест. На один из таких рынков я сейчас пришел. Здесь заботливые родители оставляют резюме своих детей на табличках, на зонтиках и так далее, чтобы найти им пару. Такой оффлайн тиндер получается. На брачном рынке есть множество разных зон. Кроме зоны, где родители ищут женихов и невеют для своих детей, также есть зона, где пожилые люди сами ищут себе пару. Кроме того, тут есть отдельный участок для новых шанхайцев. Это разведенные люди, мусульмане и люди, кто сюда приехал, кто не укладывается здесь в традиционные жизненные традиции. Также на рынке есть профессиональные сваки, которые проводят консультации всем желающим. Стоит такое удовольствие 14-27 долларов, то есть примерно одну-две тысячи рублей для женщин и бесплатно для мужчин. Почему такая несправедливость? Просто считается, что женщин на брачном рынке намного больше. По мнению многих родителей, которые сюда приходят, шанхайский брачный рынок – это единственный способ поддержать традиционный способ создания семьи в современном Китае. Ведь когда-то браки заключали именно так. Семьи заранее договаривались о союзе новобрачных, и молодым оставалось только принять выбор родителей. Нередко союзы были нужны, чтобы поправить экономическое положение или примирить враждующие кланы. Первый современный рынок невест в Китае появился в 2004 году. Началось все с того, что пожилые китайцы рассказывали про своих детей и о том, что их уже нужно выдать замуж или женить. И тут им пришла в голову мысль, почему бы не организовать нечто вроде сватовства прямо в парке. С тех пор в крупных городах Китая стали возникать вот такие рынки невест и женихов. Собственно сидит народ, у всех таблички, на которых написаны просто параметры. Вес, возраст, ученые степени, образование. И предлагают своих детей для знакомства. Кстати, рынок такой, людей много. Прямо народ оставательно сюда приходит. Бумажки ламинированные, некоторые хорошо оформленные. И вот посмотрите, даже туда не посмотришь, там много-много-много людей. Поскольку все объявления на китайском, сложно понять, но видны даты рождения, рост. Вот кто-то 92-го года, 172, это рост. И телефон, контакты. Получается такой оффлайн тинзер. Единственное, чего здесь не хватает, это фотографии. Потому что без фотографии сложно разобрать, кто есть кто. И народ не очень благосклонно относится к съемке. То есть прямо нервничают. Хотя, что нервничать? Вроде все на улице. Ну вот я перевел несколько объявлений. Например, шаньдуньская девочка, родившаяся в декабре 87-го года. Ну уже не совсем девочка, скажем так. 211 книг, не замужем. Хорошо выглядит. Хорошее телосложение. Рост 163 сантиметра. Директор по дизайну шанхайской иностранной компании. Годовой оклад 210 тысяч. Это вообще, кстати, неплохо. Ищет мальчика ростом около 175 сантиметров того же возраста. Со степенью бакалавра или выше. Здорового духом и телом. Телефон матери ВИЧа. То есть не ее лично дают телефон, а дают телефон матери. Или еще новая шанхайская девушка. 82-го года рождения. 168 рост, степень магистра. Государственный служащий, не замужем. Плохой внешний вид написано. Но хороший характер. И крепкое здоровье. Высшее образование, стабильный доход. Значит, ищет кого-то 40-41 год, метр семьдесят и выше. Допускаются заинтересованные мужчины. И телефон матери опять же. А вот есть объявление с флагами. Давайте посмотрим, кого ищут здесь. Так, а вот это уже, друзья, очень интересно. Потому что здесь можно найти не только местных, но и, например, австралийку. Которая, точнее, китаянка, но которая живет в Сиднее. В 80-го года рождения. Метр шестьдесят три. Магистр Сиднейского университета. В настоящее время работает бухгалтером в департаменте местного самоуправления Сиднее. Действительно много людей. Каждую субботу он здесь проходит на этом месте. И большинство людей сюда приходит вот просто поглазеть, почитать объявления. Но есть прямо кто фотографирует, переписывает контакты и, может быть, находит свое счастье. Ну что, вот такой вот рынок невест. Вот так в Китае народ знакомился, когда не было тиндера. И до сих пор родители чтят традиции. Еще удивительное объявление. Женщина с 12-летней дочкой разведенная. Ростом 165, 82-го года рождения. Тоже степень бакалавра, инженер, программист. На государственном предприятии годовой доход 400 тысяч юаней. Ничего себе, слушайте, это прямо хорошо. Из Нового Шанхая номер отца дает. Надо сначала написать папе, если ты заинтересован. Но не только девушки ищут себе женихов. Есть и молодые люди, например, мальчик. 175 рост, 89-й год рождения. Род занятий интернет. Понятно. Доход за то 600 тысяч юаней. Еще мальчик 91-го года рождения. Предприниматель, годовая зарплата. Ни о чем, 120 тысяч юаней нам не годится. Зато есть семейный дом и нет вредных привычек. Ищет свою судьбу. Чтобы было больше 92-го года рождения и выше 153-х сантиметров. Регионы неограничены. Ищет он себе женщину для хорошей жизни. Ну, кстати, тут есть прямо и завидные женихи, друзья. Например, мужчина закончил всемирно известный университет в Лос-Анджелесе. Какой не говорят. Работал инженером, учитель, высокая зарплата. Он оптимистичный. Мотивированный, добрый, подтянутый и мускулистый. Ищет счастливую себе семью. Экономическая ситуация отличная. И есть много апартаментов. Браки так важны для старшего поколения китайцев, потому что они относятся к детям как к инвестиции. Родители надеются, что все вложения в будущем окупятся, и дети будут содержать их до самой смерти. Средняя пенсия в Китае 460 долларов в месяц. Для сравнения, в России только 200. Как и во многих развитых странах в Китае начались проблемы из-за того, что пожилых людей слишком много. Значит, правительству приходится тратить на пенсионные выплаты огромные суммы. Бороться с этим в Китае хотят знакомым нам методом — повышением пенсионного возраста. Сейчас китайские мужчины уходят на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55, если делали офисную работу, и в 50, если трудились на заводах. Средняя продолжительность жизни в Китае при этом 78 лет. То есть средняя женщина с завода получает пенсию примерно столько же лет, сколько и работает. А кроме государства помогать своим пожилым родителям должны дети. На этом настаивают местная конфуцианская философия и, собственно, государство. В 2013 году в стране приняли закон, по которому молодые люди обязаны навещать своих престарелых предков. А за нарушение этого закона им грозит штраф или даже тюрьма. Ну что, друзья, в этом красивом месте самое время еще немножечко обсудить китайское детство. И интересная история здесь относительно детей. Родители воспринимают здесь детей как инвестицию. То есть подразумевается, что выросшие дети будут вас содержать. И это считается совершенно нормально. Поэтому родители, они вкладывают очень много в детей. И дети родителям должны. Это не просто какая-то вот такая вот фигура речи, что то должны, то не должны. Это на самом деле происходит очень сильное общественное давление. Например, прямо в школах бывает, детям вдалбливают, что вот смотрите, родители тратят на вас кучу денег. Смотрите, родители уделяют вам столько сил, что вы родителям должны, вы им обязаны. Вот они прямо вот ради вас, ради вас. И вы им должны, должны, должны. И это доходит до того, что дети в детстве уже получают какую-то психологическую травму, что они должны, должны, должны своим родителям этот долг вернуть. Часто можно увидеть такую картину, когда дети отказываются от какой-то хорошей работы, потому что эта работа требует, например, переезд в другой город. А они должны ухаживать за своими уже престарелыми родителями. Они отказываются там от карьеры, они выбирают какую-то госслужбу. Конечно, в современном обществе этого становится все меньше и меньше, и в Китай проникает уже вот эта вот европейская там свобода, совершенно другой взгляд на мир. Но, тем не менее, вот эти вот традиции, они сильны. И рынок невест, например, на которых мы с вами ходили, это же тоже такая вот большая дань традициям, потому что родители ищут своим детям вторую половинку. Почему этим занимаются родители? Родителям больше доверия, у родителей больше опыта. Дети — это инвестиции, родители и родители, они сами решают, как им распорядиться своими инвестициями. И поэтому очень важно, например, если мы посмотрим, мы посмотрели с вами объявление на этом рынке невест, там же очень сильная именно материальная составляющая. Пишут, какое образование, какая зарплата, есть ли квартира или нет квартиры. Зачем, опять же, все это делается? Это делается для того, чтобы другая страна, другая семья увидела, насколько там перспективный жених или невеста. И стоит ли вообще заключать какой-то брак. Любовь здесь отходит на второй план. И, естественно, не повсеместно, нельзя сказать, что везде так. Но во многих семьях, если родители считают, что вы начали встречаться с какой-то неподходящей, неудобной, именно в материальном плане, в материальном плане у вас неудобный партнер, то на вас будет оказываться колоссальное давление, чтобы вы с ним не встречались. И наоборот, вам могут найти человека, который вам совершенно не близок, которого вы не любите и ничего вас не связывает, но, возможно, у него хорошая семья, возможно, у этого человека хорошая зарплата, хорошая работа, квартира, прописка в нужном месте, и тогда на вас будет, опять же, оказано огромное давление, чтобы вы заключили с этим человеком брак. И вся эта история, конечно, оказывает огромное влияние на китайское общество. Отсюда появляются все эти истории с пропиской, отсюда появляются все эти рынки невес, репетиторы и так далее, и так далее. Вот так интересно живет Китай, где традиции до сих пор крайне сильны. Еще интересно, мы можем поговорить про иностранцев Китая. Ситуация меняется, и меняется она не в лучшую для иностранцев сторону, потому что, если раньше иностранец в Китае это был такой царь и бог, на иностранцев смотрели снизу вверх, иностранец, значит, у него много денег, значит, это какой-то успешный человек, иностранцев уважали, то теперь ситуация поменялась. Сегодня китайцы считают, что зачем нам присмыкаться, унижаться перед иностранцами. Иностранцы приезжают сюда делать деньги, они приезжают сюда в Китай на нас зарабатывать, а зачем мы вообще перед этим всем присмыкаемся. И существует, на самом деле, такой вот китайский расизм. Например, даже в китайских соцсетях можно увидеть ролики, которые пользуются популярностью, где китайцы как-то ругаются на иностранцев, когда они, например, не умеют себя вести, или что-то делают не так, как здесь принято, где они их прогоняют, вот это вот возмущение, типа, мол, вали в свою Америку, или вали в свою Россию, и откуда ты к нам приперся. И вот подобный контент, он в соцсетях набирает много лайков, есть прямо целый пласт подобного контента, и люди прямо подбадривают, да-да, хватит на нас наживаться, хватит сюда приезжать, думая, что мы из такие простофили будем хавать все импортное. Если лет 10, например, в Китае действительно было преклонение перед всем иностранным, то сегодня совершенно другая политика. Сегодня китайцы считают, что они сами молодцы. Сегодня китайцы уверены, что тот продукт, который они делают, это хороший качественный продукт, и хватит уже там выслуживаться и стелиться перед всякими иностранцами. Это хорошо, кстати, видно в разных сферах. Например, если раньше использовались успехом модели с европейской внешностью, и много, например, наших девочек приезжали в Китай работать и так далее, то сегодня они тоже есть, но это уже не так, как раньше. Сегодня китайские модели ничуть не хуже, и какой-нибудь бренд одежды, если раньше он обязательно приглашал модель с европейской внешностью, то теперь он скорее возьмет китайскую модель, потому что, а почему нет? Да, хватит преклоняться перед иностранцами, ничем они нас не лучше, и вообще не надо, что они не спать, приезжают, зарабатывают деньги, облапошивают нас, мы и сами молодцы. А теперь, друзья, давайте поговорим про самую больную для каждого китайца тему, про образование. Да, в Китае есть отдельный культ образования, мне кажется, ни в одной стране мира не уделяет этому столько внимания, как в Китае. Очень большая конкуренция, и если вы хотите, чтобы ваш ребенок чего-то добился в жизни, нужно заниматься, нужно заниматься с детства. У китайских детей на самом деле детства нет, потому что с раннего возраста уже с детского сада ребенок ходит на всевозможные занятия к репетиторам, всякие кружки, секции, занимаются буквально с утра до ночи. Это, кстати, интересно даже видно в плане городов, здесь, например, мало внимания уделяют детским площадкам, потому что у детей просто нет времени ходить на детские площадки и играть, в отличие от детей, например, европейских. Китайские дети учатся, учатся и учатся, и это просто превращается в какой-то кошмар, ужас и катастрофу. Школьное образование здесь бесплатное и обязательное, а вот детский сад и высшее образование платное и необязательное. Соответственно, начинается все еще с детского сада, потому что если вы хотите, чтобы ваш ребенок потом поступил в хорошую школу, а после хорошей школы поступил в хороший университет, подумать нужно уже о детском саде. Детские сады бывают как государственные, так и частные. Государственный не значит плохой, и самое главное не значит, что он бесплатный. То есть люди, например, в Пекине платят взятки, огромные взятки для того, чтобы ребенка взяли в хороший государственный детский сад. Вот мне рассказали историю, что один знакомый заплатил 50 тысяч юаней, ребята, 50 тысяч юаней. Человек заплатил, чтобы его ребенка взяли в детский сад государственный, который еще и платный, а стоит он 4 тысячи юаней в месяц. Представляете? Что такое хороший детский сад? В хорошем детском саду, например, с вашим ребенком будут заниматься преподаватели, например, если мы говорим про английский, это будут носители языка, то есть он уже в детском саду получит какое-то хорошее образование. Самое главное, после этого детского сада у вас будет больше шансов поступить в хорошую школу. Школа здесь тоже есть начальная, есть средняя. При этом если в России обычно начальная и средняя школы это одно и то же, здание, один и тот же класс, то в Китае они различаются. Это разные школы, и, закончив начальную школу, ребенок идет поспать в другую. Естественно, вы понимаете, что простого там школьного образования и детсадовского не хватает. То есть вы должны еще отдавать вашего ребенка на дополнительные занятия. И здесь мы переходим к такому понятию, как огромный гигантский рынок репетиторов в Китае. Все дети, ну почти все дети, они ходят к репетиторам. Родители тратят гигантские деньги для этого. Чтобы вы понимали, в Пекине обычный репетитор в среднем берет 500 юаней в час. Это мы говорим не проходит там звезду профессора титулованного там с учеными степенями. Это просто обычный там, например, преподаватель игры на фортепиано, тренер в бассейне, учитель там математики. То есть, который звезд с неба не хватает, да просто добротный репетитор. Когда мы говорим про звезд, про каких-то титулованных учителей, то там уже совершенно другие расценки. Они могут улетать буквально в космос. Правительство Китая видит в этом проблему. Ну то, что действительно некоторые родители заучивают своих детей буквально до смерти. Да, есть случаи там и суицида, и различных проблем. Потому что не все выдерживают подобные нагрузки. И вот недавно решили побороться с репетиторами. Ну как побороться? Запретили учителям давать частные уроки. То есть теперь учителя не могут работать репетиторами. Но в Китае есть очень сильная трансляция состязательность. То есть все смотрят друг на друга. Все смотрят, а что там у соседа? А что там у Нинки-то сын? Сын пошел, сын маминой подруги. Он там занимается дополнительно английским, а у меня не занимается. И значит он поступит, а мой не поступит. Ну и так далее. Высшее образование тоже платное. Бесплатного высшего образования нет. Ну, единственное, если мы говорим про какие-то государственные университеты, там зачастую это стоит какие-то такие там, условно символические деньги. Ну не символические, но небольшие. Может 10 тысяч евро в год. Да, и с каждым годом становится все дешевле и дешевле. Коррупция у нас не исчезает. Единственное место, куда можно поступить, учиться бесплатно, это различные военные университеты. Из-за того, что обучение в военных вузах бесплатное, там самая жесткая конкуренция. Иногда конкурс может доходить до нескольких тысяч студентов на одно место. За право служить в армии тоже надо побороться. Потому что служба – это хороший социальный лифт. Вот так, друзья, устроена система образования Китая. И она приносит свои плоды. Вся эта система как негативная, так и позитивная. Например, если мы посмотрим на победителей различных олимпиад по математике, по информатике, то помимо наших русских ребят, российских ребят из России, там будет очень много китайцев. Если мы посмотрим, кто поступает в лучшие мировые вузы, мы увидим очень много китайцев. Если мы посмотрим на различные психологические травмы, самоубийства и все остальное среди детей из-за этой чрезмерной нагрузки, то тоже, к сожалению, мы увидим китайское общество, которое еще раз очень сильно жестит со всем этим образованием. В какой-то момент возникла идея, что дополнительное образование тоже недавно – это плохо. Потому что, ну, во-первых, оно не очень структурировано. И часто люди, которые в каких-то дополнительных центрах обучаются, да, там могут быть иностранные учебники. Но это пропагандировалось, что могут позволить себе только люди за деньги. Значит, мы делаем это как бы хорошо, мы облегчаем нагрузку на детей и выравниваем общество. Поэтому запретили все дополнительное образование, дополнительные такие иностранные учебники в Китае. Но, опять же, запреты ни к чему не ведут. Как я уже сказал про VPN, что можно пользоваться VPN и с помощью VPN выходить на заграничные ресурсы. Также люди стали приглашать просто частных репетиторов на дом. Ты никак не отследишь этот репетитор, значит, кто. Может быть, он твой племянник, приходит к детям поиграть. То есть доказать, что он там у тебя на дому получает деньги уже невозможно. То есть когда ты что-то запрещаешь, это просто уходит в серый или в черный рынок. И все равно так же подспудно как бы продолжает существовать. Еще одна традиция у китайцев — дарить на праздник сигареты. Это примерно как дарить в России алкоголь. Абсолютно естественно. В Китае сигареты — это не просто угробить свое здоровье, это еще хороший подарок. Потому что в зависимости от того, какая пачка у вас лежит на столе или торчит из кармашка, люди могут делать выводы о вашем социальном статусе. Потому что дорогие сигареты могут позволить себе купить обеспеченные люди, в основном чиновники, партийные руководители или бизнесмены. Сигареты дарят. Подарить пачку дорогих сигарет — это тоже считается примерно как у нас дарят алкоголь. В России сигареты дарить не принято, но у нас принято приди куда-то с бутылочкой. А в Китай приходят с сигаретами. И если прийти в табачный киоск, то обычных сигарет международных брендов практически не будет. Потому что это не круто. А зато будет много именно китайских сигарет. Вот, например, сигареты. Нет, давай купим. Сейчас, сейчас мы купим. 100 юаней. 100 юаней. Значит, 100 юаней. Золотая пачка. Сейчас, сейчас, сейчас. 100 юаней стоит пачечка. Как видно, выбор огромный. Обратите внимание, сколько сигарет. А как насчет кофе под сигарету? Большинство китайцев вряд ли согласятся так начать день. Традиция выпить чашечку кофе утром пришла в Китай совсем недавно. Как вы знаете, страна всегда славила своей чайной культурой. В письменных источниках Китая чай упоминается еще в 2700 году до нашей эры. Кофе же в Китай завезли совсем недавно. Это сделали французские поселенцы в конце 19 века. Но масштабное производство кофе началось еще позже. Только в конце 20 века. С того времени кофейная промышленность Китая взлетела. Уже в 2016 и 2017 годах страна вошла в число 20 крупнейших мировых производителей кофе. Кстати, именно из Китая закупают большую часть кофе Starbucks. И также крупные торговые дома. Такие как Воль Кафе и COEX. За моей спиной кофейня Blue Battle, это калифорнийская сеть, которая недавно открылась в Шанхае. Вообще, с точки зрения кофе, Шанхай удивительный город. Потому что он стал главным кофейным городом в мире. Здесь самое большое количество кофеин. Он обошел Лондон, обошел Токио. И это удивительно, потому что Китай вообще чайная страна. И потребление кофе по сравнению с другими странами здесь относительно небольшое. Китайцы в среднем пьют всего 9 чашек в год. Тогда как, например, в Скандинавии, Норвегии или в Исландии в среднем люди потребляют 1000 чашек в год. В Америке и Японии более 300 чашек в год. Китайцы всего 9. И уже даже несмотря на это, шанхайский кофе Шанхай становится главным кофейным городом в мире. И сейчас в Шанхае и других крупных городах Китая открываются главные международные кофейные сети. Есть Арапика, есть Blue Battle американская. Понятно, есть Starbucks. Starbucks есть вообще на каждом углу. И кофеин будет только больше, потому что китайцы только начали распробовать кофе. Только начали погружаться в эту кофейную культуру. Так что скоро мы увидим здесь какие-то фантастические чудеса кофейные. За нашей спиной Manner Coffee это шанхайская сеть. В 2015 году они появились. И сегодня это, по-моему, главная кофейная сеть местная здесь в Шанхае. По поддержке местного населения, да. Как появилось, как просто несколько хипстерских мест шанхайцы открыли. А в итоге сейчас местные. Даже я выбираю Manner's, если вижу, если там Starbucks рядом есть или даже Lacking Coffee. Ну, то есть Manner's явно выигрывает. Цена и... Ну, они начинали прям с маленьких улочек. Прям мини кофейни. А сейчас они в самых лакшери торговых центрах стоят. Да, они получили большие инвестиции. Какое вообще отношение кофе в Китае? Потому что я смотрел статистику. Китайцы пьют прямо очень мало кофе. У них 9 чашек в год в среднем на человека. Да, но это растет очень дико. В Японии 300 чашек или в Америке. А где-нибудь там в Норвегии, по-моему, 1000 чашек в год на человека. Кстати, в Шанхае пьют кофе очень много. И там последнее какое-то исследование было, что в Шанхае кофейн больше, чем в Токио и Нью-Йорке даже на человека. И здесь кофе уже давно присутствует, потому что это европейский город. Но, в общем, в городах поменьше пока растет. Растет бешеный. Starbucks до конца этого года хочет... До конца 27-го года. 9000 кофеин, в общем, будет Starbucks. Уже 6000 кофеин Starbucks. Семь, уже 7. Семь. Уже 7 чем-то. Ну, растет, как на дрожжах. То есть народ кофе пьет? Очень сильно. Ну, в смысле, опять же, по сравнению с тем, что было 15 лет назад, тут невозможно было кофе нигде найти. А сейчас кофе продает KFC. А KFC, значит, есть в любой деревне китайской. То есть кофе можно достать здесь. А почему KFC есть в любой деревне? Потому что это первая сеть. То есть это популярнее, чем Burger King и McDonald's? KFC самый популярный. Даже он популярнее других китайских фаст-фудов. У него больше всего точек по Китаю. Они вообще в каждой... Это из-за курицы или просто потому что они первые пришли? Ну, они очень сильно адаптировали меню под китайцев. И то, что даже сейчас McDonald's до спор не сделал. То есть если в KFC придешь, ты не узнаешь его. Это совершенно свое меню. Очень необычная кофейня, которую сделали на лучшем заводе в Пекине. Смотрите, какой интересный интерьер. И здесь у них происходит обжарка за стеклом. Различные виды зерна можно понюхать. И вам сделают вороночку на выбранном зерне. Про кофе поговорили. А как у Китая дела с ресторанами? Местная пищевая культура очень отличается от американской и европейской. Интересный момент. Вы видели китайских ресторанов. Если вы когда-то бывали в Америке, то вы, наверное, замечали, что во многих американских ресторанах вам подойдет слишком много еды. То есть вы заказываете, например, стейк, а вам приносят картошку, пюре, какую-нибудь кукурузу. То есть прям много-много еды и много остается. И в Америке, по-моему, была какая-то статистика, и чуть ли не 20% еды в среднем в ресторанах выкидывает. Она идет в мусорное ведро, потому что люди недоедают ее очень много. В Китае, конечно же, все не так. В Китае люди к еде относятся очень бережно и внимательно. Потому что еда, она потом и кровью христиан получена. Каждое зернышко риса, оно на вес золота. И еду нельзя разбазаривать. Поэтому здесь есть свое общество чистых тарелок. И в некоторых ресторанах даже висят специальные плакаты, которые призывают оставлять тарелки чистыми. Кстати, обратите внимание, что перед ресторанами будут всякие стульчики. Это для очереди. И если много стульчиков, значит хороший ресторан. Потому что в этот ресторан часто образуются очереди. При этом очереди, судя по количеству стульчиков, большие. Значит ресторан очень хороший. Ну может быть он не очень хороший, а просто в этот ресторан пришел какой-то известный местный блогер. И после этого сюда стали собираться большие очереди. При этом в ресторанах не принято оставлять чаевые. Расскажи про чаевые. Да, большой плюс Китая, а может и минус, у меня есть теория. То, что здесь не принимают чаевые. Ну то есть не принято чаевые. То есть оплачивают счеты, можно не переживать. Да, и даже в счете их не зарыто. Это как там сервис FI 10% как в Англии, в Гонконге и так далее. И поэтому Mainland China это нету в культуре. Но мне кажется из-за этого часто сервис не такой хороший как раз. Ну то есть нечем мотивировать сотрудников. Потому что как бы они ни старались, они получают максимум одобрения босса и клиентов. Мне кажется в этом есть небольшой минус. И то есть часто люди закрываются. Допустим по часам, в 10. И тебя даже в хороших заведениях, ну грубо говоря, начинают выгонять. И начинают мыть вокруг тебя полы, ставить там стулья на бар. И ты сидишь вроде как, ну в России такого бы не сделали. Если люди нормально сидят, они говорят, можно мы тут полчаса посидим? Я как бы это окей. То люди ничем не мотивированы, отработали и все. Зато в некоторых ресторанах перед основными блюдами подают бесплатное мороженое. В китайских ресторанах, пока ты ждешь, дают мороженое. С чем? Чтобы перебить аппетит. Неразумно. Есть у ресторанов в Китае еще одна особенность. Об этом я узнал, когда приехал в городок Циньнань. Дело в том, что они очень рано закрываются. Если это конечно не туристический центр. Важная информация, друзья. Если вы не хотите выглядеть так грустно. Блин, я тебе реально по пояс. Если вы не хотите выглядеть так грустно, как сейчас мы с Кириллом. Запомните правила. В Китае рестораны большинство работает до 2.30. В 2.30 все закрывается. И покормить вас не смогут. Поэтому имейте ввиду. Вообще здесь все очень строго работает. И если ты вовремя не поел. Что в обед. Что вечером. То останешься голодным. То есть продолжать работать только какой-нибудь там фастфуд. Всякая ерунда. А любые приличные рестораны. Они закрываются. Ну конечно есть исключения. Но большинство да. В этом большая сложность. Потому что сложно. Ну обычно я обедать иду там в 3-4 часа. Я вообще об этом никогда не думаю. Но в Китае с этим прямо строго. На первый взгляд Цзинань мне показался очень необычным городом. Хотя скоро вы увидите, что это впечатление было обманчиво. Итак, друзья. Мы приехали в Цзинань. И я думал сразу прыгнуть в метро. Поехать куда-то в центр. Но зачем? Когда ты выходишь с вокзала и попадаешь в неве... Я не могу поверить своим глазам. Потому что здесь что-то невероятное. Красота неописуемая. Роскошная площадь. Небоскребы. Все из стекла и бетона. По бокам новые жилые многоэтажечки. Очень красиво. Посмотрите на эти потрясающие цветочные композиции. Везде краны. Вокзал просто роскошный. Гигантский вокзал. Тут у нас потрясающий макет поезда. Посмотрите, друзья. Вот кто еще мог сделать такие потрясающие ларьки, запряженные конями? Это в Париже там какую-то херню делают. В Нью-Йорке, а в Китае. Почувствуйте масштаб. Кони везут этот ларек в светлое будущее, к вокзалу. И чтобы вы понимали, тут раз, два, три, три ларька. Это не ларьки, это спуск в подземный гараж. Это самое просто роскошное оформление спуска в подземный гараж. Идем навстречу приключениям. Это, блядь, тут нихуя себе. Слушай, вот это мы приехали. Блядь, тут подземное царство. Тут какие-то, тут могут быть, может мы сейчас расследуем какое-нибудь преступление. Сколько говна. Ага, куда-то идет дверь. Ну, в общем, пока, друзья, главная загадка цинания. Это, нахер тут поставили этих коней. Я думал, это красивые газетные ларьки. Потом я думал, что это спуск в какую-нибудь подземную парковку. Ну, это было бы логично. Оказывается, эти кони запряжены вот этой вот херней, где лестница в какой-то, я не знаю, наркопритон. Давайте посмотрим, соседний так же или нет. Ага, да. Ну, я думаю, вы видите по количеству дерьма там внизу. Возможно, у кого-то проставил просто завод с конями. И они решили поставить, и сами не поняли зачем. Что происходит? Это что такое? Город, это одни сплошные многоэтажки. Все строится везде. Пока вообще не очень понятно, есть ли здесь какой-то центр или еще что-то. Абсолютно, я смотрю на карту, и так кручу, и сяк, и не вижу ничего, кроме бесконечно жилых домов. То есть весь город похож на окраины Новосибирска, как помню. Смотрите, количество каких-то эстакад, широкие дороги. Прямо очень китайский размах. Ну что, друзья, Цинань явно не входит в десятку главных туристических направлений Китая. Здесь просто что делать? Полдня изучения этого потрясающего города пока наводит меня лишь на единственную мысль, что зря я так далеко ушел от вокзала. И, наверное, одно из немногих достоинств этого города, что можно за полтора часа добраться до Пекина. Я надеюсь, среди моих зрителей нет цинаньцев, и они на меня не обидятся. Хотя в Википедии там какая-то просто потрясающая статья, которая рассказывает про древнюю историю этого города, про то, что здесь это город источников и Ив, потому что около каждого дома обязательно был источник и обязательно была Ива. Про то, что здесь какие-то потрясающие храмы с будами, горы или еще что-то. Но пока я не вижу здесь ничего, кроме одинаковых небоскребов, бесконечных жилых домов и примитивных торговых центров, которые, в принципе, можно увидеть в любом китайском городе. Вот так вот, чтобы погулять по городу и что-то посмотреть, я не нашел здесь ничего. Я сейчас нахожусь, например, на центральной площади. На центральной площади стоит один из символов города. Вот это вот синяя хрень. Я не знаю, что она олицетворяет. Возможно, это какой-то священный символ, и я уже третий раз оскорбил этот город, но не хотел. Люди коротают время, запуская воздушных змеев. Здрасте. Нихау. О, hello, you speak English? No? Все, я понял. Моей фантазии не хватает, чтобы представить, что должно происходить внутри у человека, который выходит на 40-градусную жару, становится посреди площади, запускает своего змея, он один там далеко-далеко летает, и поднимает свое лицо навстречу этому палящему солнцу, чтобы нахрен сжечь себе глаза и все остальное, но посмотреть, как твой змей где-то летает, превратившись в точку. Гранаты. Еще одна достопримечательность. Сын Наня. Сын Нань. Видите, еще есть и гранаты. Так, а вот, девушка уже пошел запускать змея. Хорошо. Хорошо. Товарищ. Товарищ. Хорошо. СССР. 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 Да. Развалился. Хорошо. Мы уходим, а местные пенсионеры теперь будут обсуждать главную геополитическую катастрофу 20 века по версии Владимира Путина. А СССР развалился. Насколько это хорошо? Ну, ввиду того, что хорошо, это единственное слово, которое они по-русски знают, и товарищ, это хорошо. Кстати, друзья, помимо всего прочего, у этого города потрясающая история названия. Название означает южнее реки Цзэшуй. Ну, собственно, поскольку город находится южнее реки Цзэшуй, то и называется южнее реки Цзэшуй. Вообще, то, что касается названий, китайцы особо не заморачиваются, когда придумают какое-нибудь название. У них обычно просто северная столица, южная столица, севернее Пекина и южнее Пекина, севернее реки, восточнее и все остальное. Ну, и поскольку мы с вами находимся на главной площади этого потрясающего города, здесь, конечно же, есть важный человек, который отвечает за порядок. Вот он сейчас попал ко мне в кадр. И благодаря этому человеку здесь, безусловно, порядок. Кстати, вдалеке можно посмотреть, видите, есть такой довольно симпатичный небоскребель. Хорошая новость, друзья, в копилку интересных фактов об этом неинтересном месте прибыло. Город Цинань является побративом Нижнего Новгорода. И могу сказать, что Нижний Новгород гораздо круче, чем Цинань. Так, давайте посмотрим, что происходит у нас в этом парке. В этом парке у нас очень эмоционально играют люди, играют в карты. Ах, ничего себе! Ну и главное, конечно же, не надо забывать про Ивы. Вы же помните, я вам сказал, что Ивы это одна из гордостей этого прекрасного города. И вот они ивы вдоль ручейка. Чувак делает себе массаж икр, так вот, ловко постукивая. Я не знаю, есть ли какой-то от этого эффект. Может быть, это какая-то особая тактика, практика китайская. Но выглядит он достаточно бодро. И здесь еще есть голубятня. В целом, Цинань оказалась таким очень китайским городом. Когда ты приезжаешь, когда ты выходишь прямо с вокзала, смотришь на вот эту вот площадь, на эту бесконечную стройку, ты поражаешься. Казалось бы, не самый крупный, не самый знаменитый китайский город. Но и тут куча небоскребов, какие-то бесконечные стаканы, проложены линии метрополитена, гигантский вокзал. И первое, это такой шок от объемов, от масштабов. Но потом приходит разочарование, потому что за этими небоскребами, за этими бесконечными торговыми центрами ничего не скрывается. Здесь нет истории, здесь нет ничего подлинного. История, которая здесь была, она вся либо перестроена, либо переделана. Ее невозможно здесь найти, здесь нет какой-то души. То есть это прямо типичный один из многих китайских городов. Хотя цена не так грязна, в целом в Китае очень следят за мусором. По крайней мере, судя по социальной рекламе. Давайте посмотрим на потрясающую социальную рекламу. Например, вот здесь написано, что очистите маленькое объявление и украсьте большую среду. То есть нужно срывать объявление, которое на столбах и подъездах негодяй лет. Содействовать сортировке отходов экологичным и низкоуглеродным путешествиям. В общем, под видео сортировать. А это просто детская вечеринка. Вот люди смотрят на солнце серпом и молотом. А здесь вот товарищу объясняют, что не надо в парке лежать на скамейке. Не для того поставили скамейки, чтобы вы на них лежали. Что это за чудесный человек едет у нас тут? Он собирает мусор и всякую старую технику, скорее всего. Да, видишь, у него рефербер стоит. То есть, если у тебя старый компьютер, можешь ему отдать за гроши какие-нибудь. Видишь, приехал. Коробки, мусор, все остальное. Скупает, собирает. И у него случилась потеря коробки прямо перед нами. Вот такой вот мусорщик ходит по пешеходной улице. Здесь еще есть специальный стенд. Тут есть несколько отсеков. Есть, например, специальный отсек для батареек, ламп. В общем, опасных отходов. Есть пыль, тарелки и туалетная бумага. Интересный выбор. Соответственно, пищевые отходы. Вот он открывается, и вы бросаете туда мусор. А там внутри стоит просто обычный ящик. То есть, ничего такого сверхъестественного. Но здесь есть такая вот штука. А, ну я сейчас показываю, что с этим происходит. Да, дальше потом из этих ящиков уже в такую специальную тележку грузит весь этот мусор. И он уезжает, видимо, на какую-то переработку. Но здесь есть интересная система, которая вас идентифицирует, и вам начисляются баллы. То есть, если вы по паспорту, по номеру мобильного или распознавания лиц, или по QR-коду вы себя идентифицируете. Видите, здесь стоят камеры. Три камеры. Целых три камеры за вами следят. То вам начисляются бонусные баллы. То есть, за хорошее поведение вам начисляются бонусные баллы, что вы правильно обращаетесь с мусором. Но есть туристический логин, вот этот для туристов. Вот, здесь написано, куда надо что кидать. Но туристы навряд ли будут этим пользоваться, потому что здесь нет английского языка, и надо всё переводить с переводчиком. Есть обычные мусорщики. Есть мусорщики на таких грузовичках. И у них вот всё отсортировано. Вот этот пеший хоть собирает мусор, потом к нему приезжает на таком вот электромотоцикле. И лопатой, да, этот мусор уже в контейнер. С сортировкой уже не очень. В общем, сортировка заканчивается в какой-то момент. Но в начале, обратите внимание, да, тут всё вот рассортировано. Вот есть лоток для еды, лоток для каких-то опасных отходов. Есть даже специальный лоток с водой для окурков. То есть, вот видите, всё в виде лотков сделано. И бак для общих отходов. И чувак поехал, видимо, куда-то этот мусор вывозить. Это, конечно, забавно. На меня все смотрят, как на идиота. Говорят, ты что, никогда этого не видел? Как вы поняли, за вывозом и сортировкой мусора тут тщательно следят. Хорошо бы, чтобы также следили за расходами электроэнергии. Включать кондиционер и оставлять дверь открытой — это уже какое-то расточительство. Ну и вот очередной пример, как относятся к электроэнергии. Все двери нараспашку. При этом они нараспашку здесь. И чтобы был получше сквознячок, они нараспашку с другой стороны. На улице сейчас плюс 40. Здесь так попрохладнее, фигачат кондей. И всё это просто выветривается. То есть, вместо того, чтобы сделать двери, которые сами бы закрывались, или повесили какую-нибудь, не знаю, защиту, они просто абсолютно все двери открыли. В том числе вот и боковые двери открыты. То есть, всё открыто. Кстати, есть ещё один интересный момент. А в Японии практически везде автоматические двери раздвижные, которые зачастую открываются по кнопке, чтобы датчик лишний раз не срабатывал. Во-первых, это удобно, потому что дверь сама открылась, и тебе не надо её держать и прикладывать усилия. Во-вторых, это экономично, потому что из-за случайных срабатываний датчиков часто выпускается холод или тепло в зависимости от сезона. Это с точки зрения экономии энергии не очень правильно. А японцы они бережливые. В Китае тоже, как понятно, есть кое-где раздвижные двери, но в принципе они вообще не заморачиваются. Это очень просто. Например, мы сейчас идём вдоль торговых лавок и кафешек. Большинство дверей, они такие вот обычные, с ручкой. При этом многие двери открыты. Несмотря на то, что на улице очень жарко внутри работает кондиционер, никто не парится. Особенно мне нравится, что когда у них не справляется внутренняя система кондиционирования, они могут поставить дополнительный кондиционер, при этом всё равно будет на распашку дверь. Сейчас плюс 32, наверное, на улице. И посмотрите, они ставят напольный кондиционер, выводят трубу, открытая дверь. При этом здесь нет какого-то трафика. Когда я понимаю, здесь постоянно люди заходили-входили. Нет, там просто сидят триколеки, ждут свои какие-то пирожки. То есть хочется сказать, закройте дверь, и вам не нужно будет дополнительных кондей. Дверь открыта. Дверь открыта. Дверь открыта двойная на распашку, просто все двери открыты, и опять мы видим напольный кондиционер, который пытается охладить. Двери открыты, двери открыты, ну вот просто. В каждое второе заведение двери открыты. Ну и там будет всё то же самое. Пережливого и ответственного японца. У него здесь сердечный приступ. То есть случился такого расточительства. Я уже рассказывал, что правительство следит за гражданами, контролирует повестку в СМИ и сажает несогласных в тюрьмы. В этом ролике я хочу рассказать, как политика партии во время ковида привела к смертям людей и животных. В 2022 году в Шанхае произошла одна из самых массовых вспышек ковида в стране. Власти тут же отреагировали на распространение вируса и объявили в городе локдаун. Они пообещали, что карантин продлится всего неделю. В итоге люди были буквально заперты в своих домах на несколько месяцев. Шанхайцам запретили выходить на улицу даже за водой и продуктами. Местные дома управления привозили в квартиры консервы и крупу. Но такого продуктового набора едва хватало, чтобы наесться. В Шанхае были закрыты фабрики, школы и офисы. Люди не ходили на работу и учебу. Все производство остановилось. При этом до сих пор неизвестно, насколько эти меры были эффективны. Всемирная организация здравоохранения заявила, что сомневается в стратегии карантина в Шанхае. Сами жители Китая во время локдауна несколько раз выходили на площади и выражали протест против мер государства. Насколько я помню, во-первых, те, кто участвовал в протестах, это были разные люди, разные группы. Их можно условно поделить на три. Одна была часть, это были рабочие. Началось с того, что на фабрике Foxconn, это крупнейшая фабрика-производитель Apple. Там были протесты, связанные с невыплатами. Зарплата, там обещаны были большие компенсации. В общем, там люди, которые вообще устали, плюс тоже все в довольно жестком очном режиме существовало. У рабочих были тяжелые условия. Озверевшие люди начали громить уже не только охрану, но и полицейских. То есть начались такие низовые столкновения. Это была одна категория людей, другая были люди, которых запирали в тендоминиум. То есть не в новых военных домах-садах. С третьей стороны были уже сознательные граждане, студенты, которые уже выдвигали какие-то требования, в том числе Компартии в отставку, Си Цзиньпина в отставку. То есть таким образом соединились протесты разных социальных групп. С одной стороны рабочих, с другой стороны простых горожан, и с третьей стороны такой более интеллектуальной молодежной прослойки. Особенно масштабная волна протестов началась после пожара высотным зданием на западе страны. В результате происшествия погибло 10 человек. Как утверждается, оперативно потушить пожар помешали ковидные ограничения. Пожарная машина не смогла подъехать близко к дому. Возмущало протестующих и то, что власти отовсюду удаляли информацию о смертях из-за карантина. Пожары – какое-то значимое событие для людей. Это не просто забывается. Окончание шанхайского локдауна тоже связано с пожаром. Когда в одной из провинций был пожар, а дом был на локдауне, и весь дом был закрыт вот такой решеткой, люди не могли выбраться, им никто не разрешил выбраться. И пожарные машины не могли подъехать, потому что все было закрыто. И люди в Шанхае вышли на протесты и начали требовать от правительства каких-то действий, потому что так больше нельзя. И все это произошло на улице региона, в котором был пожар. И, видимо, после этого шанхайские локдауны моментально сняли. Буквально сказали, все, на следующий день вы можете выходить. Доходило до того, что когда уже локдаун закончился, бывали такие местные локдауны. То есть если у меня обнаруживался в доме кто-то с тестом, закрывали на 3-4 дня и делали массовые тестирования каждый день. Если открывалось, что кроме него изолированного больше никто не заражен, то открывали дом. Но в такие моменты у меня до сих пор был момент, у меня была важная встреча с клиентом. Шанхай уже открылся, но местные локдауны какие-то продолжались вплоть до конца 2022 года. И я помню, как я через подземную парковку сбегал, перелазил через забор, специально смотрел по камерам, это был такой трэш. Я в костюме, в пиджаке и в галстуке спускаюсь через подземную парковку и лезу через забор где-то, потом быстро беру велосипед-шеринг и на нем еду, потому что такси ты не можешь вызвать, потому что этот район закрыт. Как сейчас воспринимают этот локдаун? Это как какая-то ошибка была или чтобы все было сделано правильно? Это как событие на площади Анеймэнь. Чего не было? Этого не было. Ну то есть затерли. Более того, там даже вышли официальные потом распоряжения, что официально шанхайского локдауна-то и не было. И не было такого официального документа, никто не нашел. Типа все свалили на местные власти. Шанхай уже сейчас премьер госсовета КНР, второй человек в Китае. То есть свалили все на местные комитеты по управлению. То есть это вот прям совсем администрации микрорайонов. На них все свалили. Были случаи, когда домашние животные умирали в квартирах, потому что хозяев забирали в карантинные центры. Вы говорите, 1 апреля что-то случилось, да, в Шанхае? Как-то вы это называете каким-то словом неправильным? Это не был локдаун. Это была добровольная изоляция во благо общества. Ладно, расскажу, что вы сидели. А? Ну расскажи, как вы сидели. 1 апреля государство выпустило новость, что... Какого года? 2022-го. Да, еще был ковид. Выпустил новость, что, извините, в связи с возросшим количеством случаев в Шанхае, нужно будет закрыть город на 5 дней. Пожалуйста, используйте 3 дня, чтобы запастись едой, подготовиться. Купите себе на 3 дня продуктов. И нас закрыли на 76 дней. Как это вы делаете? Пригнали армию. В Китае одели их в знаменитые эти космонавтские костюмы белые. К каждому району представили определенное количество людей. К каждой двери представили человека, который следил, чтобы дверь... Ты не мог выйти из своего дома. 76 дней ты проводил целый день дома, не имея возможности. Имея возможности, но если ты выйдешь, то тебя отправят в концентрационный лагерь. И ты имел возможность выйти на улицу только для теста. То есть, если ты выйдешь, куда тебя отправят? Сделали лагеря в Шанхае. Знаешь, как строители живут в вагончиках? Поставили нары, туда провели кондиционер, воду. Как повезет. И тебя туда вывозили на время, пока твой тест не станет отрицательным. У людей было так, что у них первый день был отрицательный, второй положительный, а на третий день отрицательный. И люди такие, ну извините. Вы все равно будете сидеть, пока у вас три дня подряд не будет отрицательный. Это где-то во дворе? Это во двор приезжала специальная комиссия с баночками красными. Не знаю, как у вас. То есть, такая батарея красных баночек. И каждому делали тест. На 10 человек одна баночка. То есть, они 10 палочек окунули в одну, колбочку увезли. Потом смотрят, в этой колбочке был положительный тест. Дом, весь дом нахрен вывозят в концентрационный лагерь. Ну не весь дом, только 10. Весь дом. Потому что ковид передается через стены, воздух, воду, канализацию, кнопки. Все, через все. Но, если ты выходишь на ковид-тест и стоишь в очереди, он не передается. Потому что это разрешено правительством. Окей, что вы ели? Нам раз в неделю привозили паёк. Десять яиц. Одна пачка молока. Два корня лотоса. Три стручка бокчуэ. И вот эту пекинскую курицу, которую даже собаки не едят. Если им кинуть в каком-то отвратительном соусе, все, выживайте. Удачи вам. То есть, в течение двух месяцев меню не менялось? Менялось. Потому что каждый двор обладал каким-то бюджетом. То есть, ты живешь в дешевом дворе, у тебя дешевый паёк. Ты живешь в богатом доме, у тебя богатый паёк. Во время ковида вот эти вот домовые сообщества, они играли очень важную роль. Потому что как происходили ограничения, не знаю, в Европе или в России. Власти спускали какие-то правила, полицейские там проверяли, вас останавливали. То есть, это все шло сверху. Насаждались эти правила, они насаждались сверху. В Китае большинством этих вопросов занимались именно домовые сообщества. То есть, здесь не было обязательной вакцинации. То есть, здесь не было такого, что тебе нужно обязательно поставить прививку. Такого не было, хочешь ставь, хочешь не ставь. Но большое давление снизу оказывали как раз эти домовые сообщества, когда к тебе приходил там управдом твой, если по-русски говорить, тебе приходил твой управдом и говорил, слушай, чувак, а ты что, не вакцинировался? Ты говоришь, да нет, не вакцинировался. Смотри, а уже твои соседи вакцинировались, а ты не вакцинировался, как-то нехорошо. Потом ты выходила, у тебя в подъезде могло висеть объявление, что 70% наших жильцов уже вакцинировались, а в соседнем подъезде 80%, давайте их догоним и перегоним. И вот такие-такие-такие ребята не вакцинировались. То есть к тебе подходили соседи, и они оказывали на тебе такое мягкое давление. И ты понимал, что ты находишься внутри какого-то коллектива и должен подчиняться правилам этого коллектива. И эта история оказалась невероятно эффективной. То есть китайцы очень хорошо соблюдали карантинные меры. Китайцев особо не заставляли вакцинироваться, они там сами пошли, хотя в итоге не все вакцинировались, но тем не менее. И вот это давление просвещения и объяснения, оно идет снизу. То есть тебя жизнью учат твои соседи. В России это сложно представить, потому что если в России ты придешь к соседу и начнешь его там жизнью учить, получишь там в лоб. Но в Китае нет, в Китае нельзя отрываться от коллектива, и в Китае нужно к коллективу прислушиваться. Чем китайские власти умело и пользуются, насаждая ценности, правила и все остальное снизу. Некоторые работники магазинов тайно проникали в торговые центры и распродавали продукты, которые там остались. Ты в 5 утра просыпался, представь, в 5 утра 25 миллионов человек в Шанхае просыпается и пытается заказать продукты. И у тебя есть буквально миллисекунда, чтобы нажать подтверждить оплату. Иначе, типа, все, на следующий день. На следующий день в 6 утра ты просыпаешься и начинаешь вот так вот тыкать в кнопку оплаты. И ждешь, что тебе повезет, что твое меню, которое ты выбрал, пока магазин был закрыт, пройдет оплата. Конечно, государственное все работало. Вывоз мусора не работал, канализация не чистилась, медицинские учреждения, ну, это было трудно. Если у тебя была зубная боль, то я не знаю, как ты выживал. Потому что тебе нужно было, во-первых, у Дома управления получить разрешение попасть в госпиталь. Съездить в больницу, получить ковид-тест, который работает 24 часа. С этим 24-часовым тестом вызвать скорую помощь, приехать в больницу, показать тест, и только тогда бы тебя приняли. Конечно, карантин был не только в Шанхае, но в других городах ковидные меры были не такими строгими. Ну, у нас было, когда нашли близкий контакт какой-то, и в итоге весь квартал просто сидел. Квартал есть? Да, две недели. Ну, все, ни у кого не выявили коронавируса, все посидели просто. Ну, короче, это же, как бы, по-моему, деятельность, вроде деятельности была. Показать, что мы тоже все контролируем, мы с Шанхаем и с вами. Мы тоже с ума посходили. А как люди отнеслись к тому, что в Шанхае происходило? Вот с этим тотальным локдауном на два месяца, когда люди не могли еды купить, с этими, не знаю, закрытыми, заваренными дверьми? Так как, ну, понятно, что было много недовольных, но при этом, как бы, сделать ничего не могли. Ну, вот, то есть, недовольство было, но оно такое, типа, какое-то умеренное вроде, даже как будто бы, типа, а, да вот эти шанхайцы так классно там живут, и вообще там все было дозволено, вот пускай там и посидят, знаешь, часть вообще вот так думала. Ну, потом, когда уже в Урумчи, там, люди погибли, которые не смогли выбраться из-за того, что двери были залочены, заварены или что там, ну, и тогда уже люди по всей стране начали выходить, и как бы, там, и в Пекине, и в Шанхае, и везде. Во время вспышки коронавируса в Шанхае многие государственные учреждения переоборудовали в больницы или места для карантина, в том числе школы и выставочные центры. Когда этих помещений стало не хватать, некоторых китайцев выселили из съемных квартир. Из некоторых жилых помещений сделали центры для карантина. Другие дома до сих пор пустуют. По словам гида, выселенный район в Шанхае власти собираются снести. А, это вот они заваривают эти входы, да? Ну, типа такого вот во время локдауна, что-то такое было для людей, которые нарушали режим изоляции. А сейчас это просто выселены дома, чтобы заново их не заселяли, они... Да, чтобы сквотеры какие-то не заселились, а потом, когда приедет техника и начнет сносить эти дома, сквотеров случайно не убили. Потому что если их убьет, это плохой хэн-шуй, и в зоне нельзя будет ничего нового построить. В том случае, гонконгская девайперская компания купила землю в центре Шанхая, на Динане. Но там стояли вот такие вот живые дома, трущобы. И долго их не могли выселить, была долгая склока. В один момент кто-то решил о подожгу. Заставлю их вот сбежать из этого района. Сгорело несколько людей. Гонконгская компания очень ценит хэн-шуй. Сказала, ну, тут были смерти, теперь мы ничего не сделаем, тут не сможем построить. С 2000 года эта земля стоит пустая. Вот просто поле. По ночам сюда выносят горшки, потому что канализация здесь не работала. То есть эти дома так давно построены, что канализации тут еще не было. Поэтому тут стоят эти внешние туалеты, куда по вечерам старички тащат свои бидончики. Вот типичный китайский, аутентичный дворик. Наверное, здесь жила какая-то одна семья. Три сестры, три сестры все замужем. Каждого было свое крыло. Где-то здесь, может быть, был колодец. Личный колодец. Такой вот стиль жизни. Непринужденный. 5А. Это какая-то достопримечательность? Это же они эти достопримечательности обозначают. 5А это самое топовое. Это самый топовый детский сад в комьюнити, потому что других тут нет. Рейтинг 5А. Это как 5 звезд Мишлен. А пока детей нет, можно использовать как стоянку. Обратите внимание, целиком, заборчик они красиво сделали. Тут прямо очень все мило. А, ну вот кто-то еще живет. То есть здесь какие-то такие вот остатки. А потом они все это сравняют с землей и построят здесь какие-то многоэтажки, да? Ну вообще, с прошлого года, по-моему, вышло законодательство, что 90% старой архитектуры в Шанхай нужно сохранить. Ага. То есть вот уже 2 года это все стоит законсервировано. Нет, ну они как сохраняют? Они это сносят, потом строят такое же, только... Нет, они строят вот такие только современные муравейнички. Ага. А как повезет, они могут срезать фасад. То есть они срезают переднюю часть друба, оставляют ее как входную группу, например, в район. И считается, что сохранили историю. Все перелопачивают, меняют все кирпичи, меняют все дерево, всю обшивку, всю внешнюю часть. Ну да, то есть там фактически ничего не остается. Приезжала какая-то зажиточная богатая китайская семья, закладывала первым камень именной, на нем написано там... Какой-то дегу. Какой-то дегу. Типа, вот моя земля, я ее забил и строил свое именное поместье. Кстати, из квартиры домов выселяют не только китайцев, но и африканцев. По данным Аль-Джазиры, с ними плохо обращались. Власти опасались, что те могут активно распространять коронавирус. Особое отношение к иностранцам я почувствовал на себе. Например, когда-то стояла огромная очередь на вокзал, в то время как местные прошли ее очень быстро, просто показав паспорт. Чтобы выйти с вокзала, нужно пройти через эти автоматы, которые работают по китайским удостоверениям, карточкам. А если вы иностранец, или у вас что-то не так с вашим билетиком, то нужно стоять на ручную проверку. А очередь на ручную проверку вот такая. Кстати, интересная, абсолютно непонятная история. Чтобы войти в какой-то приличный музей, или пройти через сад около площади Тянь-Мэнь, нужно показать паспорт. При этом она просто смотрит паспорт, ничего в нем не понимает, она просто его открывает, что у тебя есть паспорт, и ты проходишь. То есть, похоже, единственное правило, чтобы у тебя был с собой паспорт. При этом зачем он нужен, непонятно. Его не сканируют данные, не читают, просто смотрят паспорт на наличие. Некоторые считают, что такое предвзятое отношение к иностранцам появилось во времена коронавируса. Тогда в китайских СМИ ходила теория, что вирус запустили американцы. Но на самом деле мало кто воспринимал эту теорию всерьез. Опасения по поводу иностранцев были связаны с другим. Во время пандемии Китай полностью закрывал въезд в страну, но затем открыл границы для собственных граждан, которые оказались за рубежом. После этого в СМИ говорили, что именно эти приехавшие вновь завозили в страну коронавирус. Но некоторые китайцы не разобрались и думали, что под приехавшими имеются в виду иностранцы. При том, что до 23-го года иностранным гражданам попасть в Китай было практически невозможно. Сложности у иностранцев могут возникнуть даже с такси. Так, например, автоматы для заказа машин не распознают лица иностранцев. Волшебная будка заказа такси. То есть это как телефонная будка, но здесь можно заказать такси и не просто заказать, а... Оплатить лицом. Как это работает? Покажи. Ну, допустим, ты забыл телефон, устал, нажимаешь. Для LALAC не сканируется лицо, только для китайцев. Но по факту ты подойдёшь сюда, отсканируешь лицо. Ты можешь подойти? Покажи, давай. Он меня не признает. Ну, давай попробуем, кстати, последний номер телефона, последние четыре цифры. Ну, ошибка у меня. Для LALAC не работает. Ну, у китайцев, потому что он привязан к ID, оно работает. То есть, если ты китаец, он тебя вызывает такси, даже если ты потерял телефон, потерял деньги. Ты перейдешь домой, у тебя автоматически с LAP спишутся деньги, всё. Удобно? То есть, если ты совсем нализался, и вечером едешь домой, ты просто надо морда свою показать этому ящику. Так в магазине так же работает. В смысле? Многие магазины в Кэмиле Марке, можешь рассчитаться лицо. Да. Серьёзно? Ты можешь рассчитаться лицо? Я не могу, я лауай. Иностранцы не могут. Потому что у них есть вот эта система, тоже двукратная, там, я не знаю, как она называется, там, верификация лица и так далее, и оно запрограммировано в ID. Офигеть. В том, что в Китае по-особенному относятся к иностранцам, я убедился на себе. Пришёл какой-то чувак, проверил документы и говорит, следуйте за мной. Ну вот, следуем. Кирилл настроен как-то более оптимистично, он говорит, смотри ли я какой сервис, нас ведут прямо к вагону, потому что мы уважаемые люди, и нас специальный человек провожает прямо к вагону. Но мне всё-таки кажется, что мы сейчас в роли таких двух миссионеров, попавших к туземцам на необитаемый остров, точнее на обитаемое ими остров, где их встречают с бубнами, наряжают в красивые цветы, а потом несут, ведут на жертвоприношение. Но с другой стороны, возможно, они просто посмотрели на нас и подумали, что эти два дебила точно заблудятся, опоздают, поэтому от греха подальше лучше их проводить. Офигеть, с ума сойти, да, нас всё-таки, так, отойдите, отойдите, вот сервис. Чувак нас заранее, оказывается, он взял документы, чтобы нас заранее зачекинить и проводить до вагона, он так переживает, поглядывает назад, где его птенцы? Он как мама утка идёт, он идёт как мама утка, а мы как два долбоклюя, которые того и гляди, провалимся сейчас в какую-нибудь там канализацию, как обычно эти утята проваливаются. Я единственный, опять же, я не могу понять, это просто к нам такое особое отношение или ко всех, но я первый раз такое вижу, я не видел, чтобы других пассажиров так водили, поэтому вполне возможно, что это просто эксклюзивно для иностранцев. У меня есть ещё одна версия, что когда мы хотели пойти с Кириллом в бизнес-зал, мы очень долго пытались это объяснить местной девушке, и, возможно, она сделала нам по марку идиоты, которые ничего не понимают, вот, и нам, как людям с проблемами, выдали специального сопровождающего, да, как людям с особенностями, нам выдали специального сопровождающего, который за ручки нас сейчас доведёт до вагона, потому что, ну а чего ещё от этих иностранцев ожидать? Да, поскольку здесь протекает крыша, чувак ещё говорит, смотри, не поскользнись, смотри, вот, не споткнись, потому что ты всё-таки в Китае. Не, ну очень круто, прямо до вагона человек нас сопроводил. Приятно, удивительно, и я бы никогда даже не смог себе такое представить, чтобы ко мне было такое доброе отношение. После такого нам с Кириллом ничего не страшно, даже начать новый совместный проект. Друзья, те, кто смотрит наш ролик по Пхукету, помнят Кирилла, а Кирилл — большой начальник. В общем, Кирилл занимается тем, что на Пхукете строят классное жильё. И когда я приехал на Пхукет, это был мой не первый раз, но первый за многие годы мы пообщались с Кириллом, у нас результатом нашего сотрудничества был большой выпуск про этот остров. Кирилл считает, что это лучшее вообще место в Таиланде. Если вы до сих пор его не видели, можете посмотреть, но на этом наше общение не закончилось, потому что как-то сидя в ресторане... В неплохом месте достаточно. В неплохом месте, да, мы решили с Кириллом обсудить, а почему бы нам не построить на Пхукете что-то классное? То есть у меня есть определённый там опыт, насмотренность. Я, если вдруг вы не знали по образованию архитектор, и я объехал весь мир, я жил во многих отелях, видел там десятки разных жилых комплексов. В любой стране, в которую бы я ни приезжал, я в первую очередь стараюсь посмотреть какую-то классную архитектуру. То есть у меня есть определённый опыт, как мне кажется, в плане архитектуры и понимания, что такое хорошее жильё, хорошее качество строительства, хорошая архитектура. То, что делает компания Пхукет-9, в которой работает Кирилл, работает директором, между прочим. Работает. Директором. Все-все явно. Вот. Они делают это классно, они могут хорошо строить, у них хорошее качество, сроки и всё остальное. И мы решили объединить наши усилия и сделать, как мы это назвали, лучший проект на Пхукете. Это ты назвал этот проект? Расскажи, что за участок, потому что у нас уже есть участок, который, я так понимаю, уже купили. Да-да-да, документы в процессе покупки, то есть это занимает какое-то время, когда мы перепишем его на себя. То есть, ну, у нас есть очень хороший участок, это три плота, каждый по два рая. Один рай, это 1600 квадратных метров, то есть, 3200 квадратных метров, три участка таких, то есть, 9600, там чуть-чуть даже больше, почти 10 получается. Находится в 250 метрах от береговой линии, от моря, то есть, фактически, это участок рядом с морем. И более того, это очень понятная, очень изученная и очень раскручиваемая наша компания локация, это район Равайи, Южный Пхукет, самое его южное окончание, где наша компания работает с 2010 года уже, то есть, почти 13 лет. На самом деле, тут не видно, мы сейчас с Кириллом находимся в Шанхае, в Китае. Чем интереснее Китай? Что Китай в какой-то момент начал приглашать европейских, американских архитекторов, приглашать звезд для того, чтобы они создавали новые достопримечательности, но не просто, да, потому что просто пригласить какого-нибудь там европейца или американца, это полдела, ну, это неинтересно. То есть, просто дать бабла, чтобы тебе кто-то что-то запроектировал, это неинтересно. У китайцев была другая история, они хотели, во-первых, подтянуть уровень вообще своей архитектуры, чтобы создать на рынке искусственно усилить конкуренцию. Потому что в дне конкуренции любой рынок превращается в какое-то болото, плохо развивается, и для того, чтобы искусственно усилить конкуренцию, китайцы начали приглашать сильных иностранных архитекторов, чтобы местные архитекторы подтягивались, чтобы их подучить, чтобы у них был какой-то стимул, и параллельно, чтобы создавать какие-то новые достопримечательности, новые какие-то знаковые объекты. И мне кажется, что если в результате нашего сотрудничества у нас на Пукете появится какой-то интересный с точки зрения архитектуры жилой комплекс, который Кирилл пока не верит, но мне кажется, можно сделать что-то крутое, действительно необычное, что с гордостью будет печататься в архитектурных журналах, на различных там сайтах, и за что будет не стыдно. В общем, друзья, мы с Кириллом начинаем классный проект, который мне невероятно интересно делать, я честно скажу, то есть я прямо искренне в этот проект верю, хочу в него погрузиться, потому что мне приятно, во-первых, что Кирилл поверил в нашу команду, в наших архитекторов. Здесь можно затизерить немножко, ну, дело в том, что мы сейчас это анонсируем, но на самом деле работа ведется уже какое-то время, да? Да. И здесь очень важный еще аспект, который новый, я думаю, и для твоей команды будет, и для нас, это столкновение двух менталитетов, да, в очень сложной технической работе, да, здесь очень важно, чтобы все работали как один организм, и у нас было проведено несколько встреч, и уже налажена коммуникация, и наша тайская сторона, и, я уверен, сторона голландская тоже, уже, в принципе, понимает потенциал всего того, что здесь зреет. В ближайшее время я буду регулярно вам рассказывать то, что там происходит, мы будем показывать вам весь процесс, как проектируется, как проходят совещания, как принимаются решения, параллельно, я думаю, мы расскажем вообще, как устроен, может быть, строительный бизнес, какие есть особенности, нюансы, как устроено законодательство, то есть мы начинаем такой сериал, но это будет не отдельный сериал в виде каких-то роликов, да, а это будут просто короткие вставки, которые будут практически, ну, во многих моих роликах, кто регулярно смотрит, кстати, стимул будет не пропускать новые выпуски, потому что мы в разные ролики, и в ЧП, и в обычные тематические, я буду делать просто вставки о том, как идет наш проект, так что не забудьте подписаться, поставить колокольчик, чтобы ничего не пропускать, и следить за нашим проектом. Китай — это уникальная страна, она одновременно удивляет, пугает и восхищает. Тут воедино сплетены идеология, история, новейшее технологическое производство и необычные традиции. К тому же Китай очень разнообразный. Хотите древний город? Приезжайте в Губей. Хотите небоскребы? Вот вам Шанхай и Шэньчжэнь. Любите панд? Добро пожаловать в Чэнду. В Китае всегда интересно, не то, что в этой вашей Европе. Там уже 300 лет ничего не меняется. А вот Китай живой.